Сегодня мы с вами продолжим говорить на тему начатывания вчера. Я так почувствовал, что есть остальные вопросы у вас. Это вопрос, тема близких отношений. И перейдем к теме, которая называется «Расслабиться так, как будто все будет в порядке». Тема, связанная с этапами жизни семьи, когда близкие люди сталкиваются с серьезными испытаниями судьбы. Каковы роли в этой ситуации? Каково правильное, скажем так, поведение судьбы в этот момент? И сегодня тоже мне ваши вопросы так же важны, как и в последних сиденьях, как и вчера. Спасибо вам еще раз за хорошие вопросы. Передавайте их сюда. Так, несколько моментов, которые мы с вами рассмотрим в связи с темой близких отношений. Потому что тема, как начали говорить, тачи, то есть как-то хипитильная, да? Хипитильная. Иногда надо задавать вопросы, по этой теме люди не решаются. Мы просто сегодня с вами начнем со следующего. Великимские писания говорят о том, что сексуальная энергия кундалишавцы, она является психической энергией как таковой. И ее логистика и ее движение состоит в следующем. И в нижних центрах она стремится выше. То, в общем-то, определяет уровень развития человека. В этих семь центров вам все видно? Да. Семь центров. Сторонная энергия и психическая энергия стремляются вверх. И, условно, состояние сознания мужчины, в данном случае будем говорить о мужчине, можно определить согласно каждому из этих центров в следующем образом. Когда энергия находится в самом нижнем из центров, это можно назвать состоянием сознания солдата. Энергия, связанная с планетой массы, энергией массы, преодоление, завоевание, из них самосохранение, проявление агрессии правильного или неправильного образом, все связано с этим центром. Поэтому, если мужчина никуда не поднял свою энергию, и она просто активизирована, то это состояние можно условно назвать состоянием солдат. Второй центр, физически, это офицер. То есть, появляется определенный элемент благородства в отношении женщины. То есть, если женщина, вчера говорили, если женщина счастливая, не позволяет отношениям развиваться под сценарием мужчины, а сценарий мужчины простой, его привлекает внешне женщины, да, помните? Такое привлечение. И, естественно, психическая энергия, она что? Как по законам физики, например, вода, она всегда истит в сторону, да? Ты ищешь место, где она? Во-первых, вода стремится туда, где есть наклон, да? Во-вторых, если она в каком-то объеме, она всегда найдет, где выйти, да? И, скажем, психическая энергия сама по себе, ненаправленная силой разума, она стремится просто на выход. У нее есть еще один выход, это вниз, да? Поэтому, если мужчина развил одно из двух качеств, хоть сколько-то, хоть в какой-то мере смог ради женщины, и ему удалось до того, как он ее встретил, развить качество самообладания, что получается из этого? Он может направить эту энергию вверх. То есть, как бы, для этой энергии он создает берега и направляет ее, как вот, река. Если у реки нет берегов, это просто половодие, поток, да? Если также, когда мужчина обладает качеством, может быть, это качество он обладел контролем, контролем своей психической энергии, то, что мы называем характером или более еще, то он тут же начинает развивать качество более высокого порядка. То есть, больше благородства. Это благородство внешнее, то есть открыть дверь, подать пальто, да? Говорить приятные слова, то есть чувствовать себя, как это, блядь, замена по отношению к женщине. Этот центр второй отвечает за что еще? Это центр Венеры. Он отвечает за способность к взаимодействию, гармоничному взаимодействию на уровне физического, да? Не просто механики изменения близких отношений, а, например, такое, как совместные игры, далее танцы. Мужчина, эта энергия поднята хотя бы на один этаж выше, чем она изначально обладелана, Мужчина уже склонен как-то взаимодействию с женщиной гармоничным, эстетическим образом. Венера. Поэтому мы называем этот уровень, условно, офицер. Ваше благородие, да? Ваше благородие. Третий уровень, если энергия поднялась еще выше, на третий уровень, это солнечный центр. Это уже, мы прослезаем, солдат, офицер, герой. То есть, мужчина способен взять ответственность. Это активизировано солнечным центром, и гармония, которая устанавливается между женщиной и мужчиной, и солнечным центром приводит к тому, что они могут быть, как называется, ячейки общества. Мужчина гордится тем, что женщина реагирует им на свое доверие, и уважение мужчины растет в обществе в том случае, если он смог женщине построить отношения по этому центру. То есть, героя, условно мы называем героем. То есть, первый шаг – это мужчина смог, что? Действовать уже в каком-то настроении бескоррески, покровительстве. Четвертый уровень – это зеленая чакра, здесь он зеленым цветом обозначено, называют сердечная чакра, физический центр. Это состояние сознания мужчины в отношениях, называемое, что? Сокровенный друг. Мужчина может очень глубоко понять эмоции. Не то, что он может сразу их понять, но у него есть терпение достаточно. И это даже не столько терпение, сколько с желанием глубже понять природу женщины рядом. Он может понять ее эмоции, понять и здоровым образом восприниматься. Это очень важно. Вообще-то, говоря, это минимальный уровень для того, чтобы установить то обе отношения. Долго так. Это означает, что знакомясь с мужчиной, женщина должна помочь ему пройти до того, как он не должен какие-то уже серьезные отношения, как мы приняли, можно так говорить. Она должна помочь пройти ему эти три дела – солдат, офицер, герой. То есть мужчина уже готов принять ответственность. Он сделал предложение на уровне героя. Он объявил окружающим, что это моя невеста. Это ответственность. Люди смотрят на него, как он ведет себя так, обращаются. Если, например, он кажется, в компании мужчин, и как-то привольно обращаются с другими женщинами, то его порядочные друзья. Они сказали, что у тебя невеста есть, как ты себя ведешь. Это наводить обязательство – это объявить перед обществом. Как бы на свет Божий все это. Свои отношения предстоят на свет Божий. Это общество. Вот это невеста, и мы помолвены. И когда уже отношения приняли исключительность, характер исключительности, я понял, что этот человек настолько близок мне, что даже его негативные какие-то проявления характера меня не пугают, что это сокровенный дух. Говорите, что на этом уровне отношение может существовать на протяжении нескольких жизней, потому что это уровень Луны, уровень сердца, уровень тонкого тела. На этой фазе влюбленный, любящий становится одним целым. Говорите, что в этой ситуации, даже когда наступает смерть одного из супругов, в ведах описывается такое повелитель смерти, и в оранжи ему трудно, он не может забрать одного из супругов только, потому что он не понимает, где кончается один, где другой. Настолько глубокое внедрение на уровне сердца, это тонкие структуры природы. Невозможно отделить. Тела-то видно, что ходят разные, а разделить природу не отвезло, потому что в момент смерти процедура описывается не очень приятная. С помощью специальной, тонкой природы, светящейся снурок, слуги Бога Смерти извлекают тонкое тело из грубого. То есть, грубое тело никому не нужно. Его и сожгут, и закопают. Извлекается все тонкое. И когда у влюбленных людей пытаются извлечь тонкое тело, они не могут понять. Светают со всех сторон. Не понимают, где кончается одно, где другое. И один человек, где другой. И чаще всего истории такие, что либо приходится обоим другом оставить этот мир, второй не может жить без тела, либо силой привязанности, первый супруг, чаще всего это женщина, силу ее женской жизни. Возвращает обратно мир. То есть, фактически удерживает от смерти своего супруга. В этом сила женщины. Она уже сильно привязалась, ей по судьбе положено жить, она имеет такой потенциал, что она влияет на судьбу супруга, удерживает самых трагических событий. Даже есть пример в истории, когда клина смогла мужа. Это известная история Махапари, теперь читайте, прочитайте ее, кто мечтал. Савитри и Сатья Ваня. Савитри и Сатья Ваня. Девушка, которая была царицей, и которой отец отчаялся найти женика, потому что она настолько была, имела благородную, прекрасную природу, что никто не оказывался достойным. И тогда он сказал художника, и я не могу сам найти тебе супруга, поэтому должен тебя отпустить просто и должна отправиться по вследу искать женика достойного. Такое исключение, что в детстве сутки, да, все так себя ведут, но такая ситуация была с ней. И она отправилась на долгое путешествие, отчаяненно так и не находя в себе достойного партнера. В конце концов, она пришла далеко в гора, где Малаеха, она нашла поселение, где жили отшельники, люди с разной судьбой, которые занялись духовной практикой. Среди этих отшельников, подвижников, была семья, отец матери и молодой сын юноша. Оказалось, что этот отец был слеп, оказалось, что был заговор в его стране, он был царем, его ослепили, изгнали из страны и заняли престол. Ну и жена последовала за ним, сын тоже последовало за ним. И она увидев этого прекрасного юношу, его удивительные качества, преданность отцу, и вот этот астетизм, в котором они жили просто в лесу, практически в горах, она поняла, что это тот человек, который ей нужен. И когда она открыла свое сердце, когда уже она пришла и осказала свои чувства родителям, и увидела, что эти чувства обоюдны, мудрые, они сказали, дожденька, ты делаешь ошибку. Этому человеку сказано, что он проживет один год всего лишь. Она говорит, я ничего не могу сделать, потому что я уже полюбила, я хочу из него замуж. И так они вместе были, и однажды, когда они отправились в лес вместе, чтобы что-то там собирать, вдруг она увидела, где-то в зарослях. Красная фигура, это обычное одеяние, богосмертное, как оно описано. И она увидела, что в уши ее он как-то так повлинил. Он сказал, что я устал, у меня как-то слабость большая. Я сяду по дереву, немножко отдохну, а ты смотришь рядышком. И когда он опустился, закрыв глаза, она увидела, что его тело извлекает, с другом. И она сказала, я здесь, я пойду с ним. Богосмертного слова это невозможно, потому что тебе не положено. Сейчас еще тебе рано должно остаться. Сказал, я должна идти. И фактически она шла, там, история достаточно длинная, трагическая такая, драматическая. Но в конце концов, она просто просто настояла на том, чтобы в общем-то процедура обратно, изменив его судьбу. Выше всяких мистических способностей, выше всяких мистических способностей, которые известны, способность становиться легче, легче, лимитировать способность, тяжелее, тяжелее, способность становиться больше, большого, принимать в виду размеры, любую форму, аниме, лакхима, макхима, является, что самое мистическое, женское бедность, превосходящее любую мистическую способность. Поэтому, если отношения установились вот на этом уровне, это позволяется трудно, что, несмотря на разрушение грубых тел, снова и снова оставаться вместе. Это сокровенный друг, смотрите, только еще. Впереди ведь еще, сколько у нас получается, целых три центра. Так, сокровенный друг – это четвертый. Пятый уровень – это поэт. Отношения становятся настолько трепетными восприятиями женщины и природы отношений, что люди не находят слов, чтобы выразить их. Находят слов. Единственное, как они могут испытать их – это спеть только или высказаться поэтически. Обычные слова – они сразу же обесценивают то, о чем имитация говорит. Люди, которые поэтичны по природе, женщины, которые любят запенсивно петь, умеют петь, любят, но не умеют. Это тоже было. Люди говорят, что теготеет строить отношения на этом уровне горловой сакры. Еще высший уровень терпения – аскет. Мужчина проявляет себя как аскет. Здесь природа мужчины – самообладание достигает высочайшей кульминации. Нет ничего такого, чтобы он не мог потерпеть для любимой женщины. Вокзал для двоих смотрели, да? Мужчина просто… Жена любила, сбила человека. А мужчина, у которого нормальная гармония жена, жена для него была, его природа такова. Он решил, что он возьмет на себя вину и пойдет в тюремное заключение, в тюрьму пойдет, незаслуженную. Как пример. Там история не совсем адекватна, потому что в итоге начали разрушить, но… Пример, когда для мужчины не составляет большого труда отказаться от многого для того, чтобы близкий человек был счастлив. Или когда вместе… Еще более яркий пример. Меня спросили, говорят, а если такой взверхи аскетизм, зачем тогда вот это жениться? Ну, то есть, такие ничего себе не позволяют. Да, современное понимание брака – это значит что? Наслаждаться. Если нельзя наслаждаться, то что делать за такой возрушенный брак? Ну, мужчина в этом смысле, он заботится о том, чтобы жена его очень сильно наслаждалась, если она это уходит. Но сам он не заботится об этом сильно. Себя он держит в черном цели. Ну, черный не держит в черном цели жену. А пример такого брака интересный был один пример, когда 16-летняя девочка вышла за йогамистика по ошибке. То есть это… Она однажды попросила… попросила с отцом, да, пройтись немножко как бы с его дружиной, с садскими войсками пройтись, осматривая, так сказать, порядок наводя садцы. И когда они остановились на привал, то дружина направо, девочка направо, девочка на лево, да, она была одна и двуская принцесс. Она пришла в лес просто погулять в лесу, она погуляла, и увидела муравейник, в муравейнике что-то блестит, и показалось, что это не забавно, как у девочек какое-нибудь опытство есть. Она взяла веточку и… И пошла дайте себе. А когда, ну, смотрят паника в войсках, то есть никто не может помочиться. Странные события, все собрались ответить на долг природы, так сказать, нужно что-то исправить, и никто не мог это сделать. Сами спугался, подумал, что мы могли что-то… Мы как-то прогневали кого-то. Дочка не поздно говорит, «Ты никого-то шипов не видел, ничего не говорил, ничего не видел». Она говорит, «Нет, ничего не видел». «А что ты делал?» «Ну, ну, что гуляла там, ягоды цветы, туда-сюда». «Вот, ничего странного не было, ничего странного, только вот, да-да-да, что там такое вот». В муравейнике я увидел, и что-то там было спид. «И что ты сделал?» «Я?» «Видишь?» «Папа такой, думал, что…» «Только он подумал, и здесь выходит аскет, который совершал много изятков лет покаяния, и настолько, что муравей построили вокруг него мураменник, но поскольку у него эта сила покаяния была огромная, его огонь вот это покаяние, называется тетис, он втопился в его глазах, он выжигал дырки, невозможно было, он выжигал дырки, блеск глаз, сияние, блеск глаз, она увидела внутри муравейника, и говорит, и он выходит. «Здравствуйте, ваша дочка? Девочка ваша?» Он спрашивает. «Да». «Ну вот». Он упал в ноги, «Пожалуйста, проси, какого хочешь покаяния?» «Это же ребенок совсем, она же не знала, она не хотела тебя скорбить, сними, пожалуйста, свой гнев, пусть мои солдаты станут нормальные солдаты». «И не могут так воевать». Он говорит, «Да, я могу сделать это, но твоя дочь должна стать моей женой». На дедушке было к тому времени около 500 лет, говорит, «Слушай, что, папа как-то скажет?» «Мне страшно было посмотреть на едика». На молодого было страшно посмотреть, ему было 500 лет, завращаясь в том перепутанные волосы, длинные ногти, медитации, ногти растут. Вообще не самое приятное древище. И она служила ему на протяжении многих лет именно поэтому, что он был человеком вот этого шестого центра, аскет, аскет и подвижники, мистики. Она была просто девчонка 16-й. И вынуждена была одеть кору дерева, там специальная кора дерева для подвижников, жить без сил. И когда через некоторое время ее муж увидел, что она встречает такие суровые слезы, до него дошла, что она же просто царица, и вот это революционно ужасно. Его сердце аскетическое, он был самообладанием обладал, почти, да, родил, но при этом у нее чуткость проснулась. Ее вот терпением она пробудила к нему чувство нежности, хотя ему она не была так сильно знакома, он встречал сотни лет поблизости. И он подумал, бедная, я должен ее как-то отблагодарить. И он просто взял ее и построил целый остров, просто, капельский. Целый остров, спонтанными планетами, там, извините, спонтанными реками, бортами, да, просто, силой мистической. И у него не стоило, ему не надо было приобрать ипотеку, банки, филотбанки, да, просто. Вот так вот, но ее природа была, она не стала той целью, она просто служила своему мужу. И, наконец, самый высокий центр, седьмой центр, называется святой. Это глубоко, это высокое духовное отношение, очень чистое отношение, служение Богу. Служение Богу. Люди могут на шестом центре вместе служить обществу или терпеть какие-то, могут поехать с какой-нибудь миссией, например, в третьи страны, и забыть, там, беспомощных людей, как, например, там, бывают в России, из Германии, из Франции, управлять в африканские страны, чтобы, там, заниматься, там, лицевой хирургией, там, управлять какие-то ужасные идеаны, как зайка Губай, встал такой пара, поехали супруги в Африку, с такой благотворительной миссией. Поэтому супруги могут выиграть тот уровень отношений, который они хотят. Но, женщина должна знать, в отличие от мужчины она всегда находится, что? На седьмом уровне сразу. Нерода девочки значит святая, поэтому ее называют девочка. Девочка совпадает с москвистским корнем, дева, бог, дева, девочка, дева, девушка. Каждая женщина должна знать, что ее стартовая позиция это седьмой сразу, она сразу святая. она сразу святая, она сразу святая, она сразу святая, она сразу святая. Если, конечно, этим не употребили в ее семье. И поэтому веды предупреждают, что дочка это зерно, которое нельзя есть, его надо сеять, потому что, когда в семье раздаются девочки, семья хочет ее сожрать. Оттуда ею мыть, за младшим братом смотреть, убирать все по субботам. Убираться надо, убираться. Деньку будет убираться, понимаете, здорово, она будет убираться, будет мыть, будет сидеть, будет смотреть, будет варить. И в Венах сказано, что в век, железный век, в который мы с вами живем, помимо прочих ужасных вещей, будет одна. Родители будут поедать собственные детей. И хотя сейчас в некоторых странах это уже имеет физические воплощения, в Таиланде продавались и продаются консервы, сделанные из детей нерожденных, абортированных, мозг детский, пациенты и прочее. В интернете еще в 1998 году были выставлены фотографии, 50 баночек стоит 50 тайландских долларов. Ну а как бы вы сказали, на Украине в городе все еще не так. Мы не запущены. Ну а поедание детей начинается с того, с эксплуатации. Вы знаете, что такое вообще поедать другого? Министерство никогда не слышали, не задумывались, откуда появляется желание поедать другого. Ну появляется и зависть в его силе жизни. В основе практики миссариума где-то объясняют, лежит зависть. Мы не можем здесь, на Украине, кушать экстременскую пищу, потому что здесь очень холодно. Представляете, я приезжаю, например, и вы говорите, мы слышали, что особенно полезным осенью и зимой тело лекторов. Поэтому простите, пожалуйста, я говорю, не надо, пожалуйста, я хочу еще лекции давать, я могу вам быть полезен. Не ехте меня, а вы свет выключите, дверь закрутите, с конференциальной. Вы говорите, подходите, вы говорите, понимаете, нам для здоровья надо. Вы же понимаете, нас больше, подумаешь, одним вектором больше, нам детей рожать, нам здесь на Украине работать тяжело, нам на витаминов надо, B1 повышается, понимаете, я все понимаю, но я хочу Ригу, с каждым словом. Ничего, Рига одним вектором меньше, одним больше, нам для здоровья надо, понимаете, мерзнем мы на Украине, понимаете, как вы думаете, я бы на Украине мерзнут они. Поэтому, оказывайте, зависть. Поэтому, зависть является главным, отличительным цветом людоедства. То есть, людоедство, оно предходит на уровне завицы. Сначала, сжирается человек в тонком теле, его тонкое тело сжирается, а когда зависть не остановить, хочется сожрать его всего и остального. Поэтому, когда девочка имеет чистую солнечную природу, родителям хочется ее сожрать, потому что она полна энергии, вот этой божественной, до седьмого центра. И тогда из нее делают, либо личного терапевта, то есть, вот, по любым поводам, надо свои эмоции сбудить, понимаете, либо придраться за нее какие-то ошибки, а каждый ребенок ошибается в ее, он заигрался или просто раскидался, или природа такая. И вот, невымытые кружки, не убранные комнаты, не сделанные уроки, там, брат, который на школе вот что-то, а отвечает почему-то сестра, потому что ты же разумница, или девочка, да, все это используется для пожирания детей, больше всего, поэтому, если вы думаете, что веды обманывают, они не обманывают. Я это вижу в практике, как считается, детей жрут, но пока еще жрут в тонком теле, то есть, каждый раз, когда мама хочет решить свои проблемы, за счет своих детей, то есть, плохое настроение, куда надо идти? в комнату дочери, там вы увидите обязательно, о чем сказали. То есть, вы не знаете, на комфорбации, вы терпели свое МТБ там, работали, например, где-то, и ходите домой, думаете, куда же вы идете негативные эмоции, да? Ну, заходите, в комнату дочери, там найдете. Если не найдете в комнату дочери, тогда вы просите дневник у сына, тоже найдется обязательно. Учителя уже позаботились, они уже там позрали его чуть-чуть, и вам оставили. Понимаете? Позрали, типа там, разговаривал на уроке. Ребенок разговаривал, понимаете? Какая-то проблема была в обществе, и остается. Дети разговаривают, это же надо к психиатру, они разговаривают. С девочкой разговаривают, но вот, с подружкой. Поэтому откройте дневник, и доедте, и только оставили у тебя. Да? Доедте. Звук он счастливый пришел. Поэтому женщина должна знать, что моя природа недоеденная все-таки еще на очень высоком уровне. Пусть даже не доедет, еще на высоком уровне. Мужчина должен знать, что то, где находится женщина, мне тогда только еще предстоит подняться. В этом смысле хорошая аналогия, это мужчина аккумулятор. Аккумуляторы, они продаются не заряжены, не заряжены, не заряжаются. Женщина батарейка. Таким образом, мужчина устремляет свою энергию вверх. Он стремится к развитию. Энергия стремится вверх. Энергия вверх. Девочка вверх. И это сделает мужчину все более и более счастливым. Чистота и красота женщины, она работает своего рода магнитом. Девочка находится на верху у нее активность в седьмой центре. Он встречает мужчину, энергия которой не столь расширена, еще и лить. Он не умеет еще и лить. Если набутим, то он умеет ее поднимать. Тогда ему просят отношения. Если нет, то он чувствует подъем энергии больше. По крайней мере, активизация. Тут плюс писатель наверху, да? У женщины. Чистота. Она так привлекает. Чем тише женщина, тем больше привлекает. Чем выше у нее энергия, тем больше голов поворачивается в ее сторону. Не чем выше у нее юбка, а чем выше энергия. Чем ниже энергия, тем не выше юбка. Потому что женщина чувствует, что она теряет энергию. И она начинает привлекать за счет понизненного центра. Прямая пропорция. Так, раз, и выше колено. Носитесь спокойно, не волнуйтесь. Это тоже мода. Ты знаешь, многие очень чистые женщины. Они носят. И хотя себя чувствуют неловко в этой одежде, носят все равно. Просто думают, ладно, так, мне неловко, но меня, по крайней мере, не трогают. А делаю то, что хочу, чтобы что-то вылезет. На молебен пришла, что-то. Давай работаем нормально. Поэтому, чем чаще женщинам, ей труднее свое тело выставлять. Как мне рассказали, говорит, мама, у нас учитель совсем спятила, это не подпетровская девочка, 13 лет. Она, говорит, во время там танец какой-то, не танцевал, не помню, народный. Она нас заставила три пуговицы. Совсем спятила, так и сказал. Совсем спятила. То есть девочка неестественного, как по-своему телу, по-разному. Она бережет эту энергию. Она поднята. И она боится, чтобы эта энергия не была истратена, как-то спущена вниз. Но мужчина не должен бояться гадататься вверх. Он должен поднимать свою энергию. Если женщина идет на поводу, без того, чтобы что? Поднять вверх, мужчина сливает ее вниз. В результате не развивается. Поэтому в этом секрет. Действие отношения затормаживают развитие мужчины и способствуют падению самооценки женщины. Если они не в любви. Если это не секретные отношения. Если они никогда в береже, когда мужчина учитывает желания, ценности, создает безопасность. Или берет жены. Но каждой женщине важно знать, что если мужчина не получает нервности и заботы, и ласки, а раньше простой женской ласки, тепла, то его все принципические могут закрываться. И когда они закрыты, вот так вот закрыт центр, то энергия туда бьет, и мужчина чувствует, что он дискомфорт большой испытывает. И причем именно в присутствии женщины, которая холодна. Если она холодно себя ведет, не ласково. Из-за того, что она себя выматывает работой, или то, что она слишком много отдала мужчине, слишком перестаралась, отдавала. Она эту энергию ласковости, определенной энергией тоже, она сожгла ее и стратила, и она не может дать ласки. Из-за этого мужчине секция закрывается, психический центр один за одним закрывается. Он уже больше не поэт, он уже больше не аскерт. Мужчины знают, если женщине стоит как-то холодно с ним относиться, у нее сразу аспекты не падают, он не может следовать той практике, которую с ним. Вот, например, Олег Геннадьевич сказал, вставать надо пять-шесть утра. Вставали, вставали пять. Мужчины, я говорю, вставали пять утра. Потом раз, женщина что-то такое вытворила, она говорила такую, истерику закатила, такую нечестную истерику. Ей и честная истерика, есть нечестная истерика. Мужчины чувствуют, спать бы да не просыпаться вообще. Он хочет встать и сразу вот встать и уйти на работу вообще, не видеть никого здесь, ничего. Не хочу я никому счастья, желать ничего. Сам, думаю, странно, я так все время желал, хорошо получалось, или там повторял имена Бога, или молился по утрам. И тут я вообще встать не могу, или встать хочу и не хочу никого видеть, не хочу ничего делать, он так чувствует. Это что означает? Женщина закрыла ему психические цепи. Женщина, она отвечает за то, чтобы всегда было тепло. Энергия тепла и любви, она позволяет сердцу, всем этим личным центрам находиться очень спокойно в открытом состоянии. Мужчина может по этому тоннелю гнать свою энергию. Да, как супермен, капитан Америка становится. Может летать. Но если сердце закрылось, то угадайте, что тогда мужчина чувствует. Чувствует, во-первых, большой дискомфорт. И именно в средней женщине. Потому что она активирует, ее присутствие активирует сердцевальную энергию, а ее холодность, ее выпендрёт, он закрывается в сердечном центре. Энергия бьет, и человек чувствует глубокий дискомфорт. Представляете, как-то ломом кто-то хочет пробить там, а что-то. Ломом просто долгить, понимаете? Забилась, губа, загрязнилась, а то кто-то бьет ломом, понимаете? И мужчина думает, хватит мне там бить ломом. Он говорит, у меня проблемы. Я говорю, я хочу расслабиться, мужчина говорит, я хочу расслабиться, мне надо расслабиться. И когда он расслабляется, действительно, что? Он чувствует облегчение на рекопе. Он чувствует облегчение, которому сопутствует что, а потом... Просто такой уныленность, на самом деле. Ничего не произошло, просто расслабляется. Просто больше не болит, больше не страдает. Послабился. Поэтому, когда большинство мужчин, они слышат о том, что на самом деле в семье может быть практика чистых отношений, такой, ну, на основе требовательных отношений, берегенных людей, относится друг к другу, и берегут эту энергию. Потому что это энергия чего? Рост отношений, да? Солдат, офицер, герой, близкий друг, поэт, аскет, фиторик. Жена хочет, какая женщина приведет руку? Кто бы вы... Какая бы развязалась, кто бы не хотел, чтобы мужчина прошел все эти этапы до высшей точки? Не хотел бы. Да, пусть солдатом остается, он нормальный. Он у меня с антирами. Пьет, пьет, работает, работает, пьет. И сказал из-за кадровых мужчин. Солдат? Кто в доме? Альвия? Ну, и я тоже солдат потягонечку становлюсь. Да? Они, да, знаете, да? Муж приходит домой и говорит, кто в доме хозяин? А жена тоже уже такая, по первому центру у него. А как? Двину ему. Он же праву не видит. Сознание потерял. Соседка заходит и говорит, Марин, а что это у тебя твой в коридоре валяйка? А она говорит, да он у меня хозяин, где ходит? Там и валяйка. Хозяин и хозяин кому любит. Такие солдаты, понимаете? Ханили в центре моих. Брак такой. Солдатки. Как в казане. И дети такие живут, как в казане тоже. Матери ты была не дождешься, а отец всё время чего-то выкрутался, говорит, и достоинцы, скандалят. Потому что они солдаты. И солдат, помоги, помоги, да? Я солдат твоей любви. Он солдат. Поэтому как будто бы женщина не смотрит, мужчина напряжён, она думает, да, ну надо пойти. У неё самой всё изжато, она живёт, отдавая больше, чем получает. Она говорит, надо выполнять свой мужский долг. Ему плохо, а что же ему? Проститутка он должен быть. Она такая, раз эту энергию, помогает ему вниз отправить. Всё. Ну это что-то решило в отношении сердца, ничего. Просто мужчина вправился от дискомфорта и, вместо с этим, потерял желание прогрессировать и расти его. Это всё. Поэтому очень важно понимать, как... Просто иметь энергию – это не самое главное. Сдерживать её не самое главное. Брак, он имеет уникальное качество. Сдерживать энергию, потому что одна женщина, мужчина не тратит, куда попало её, не может тратить её. Но женщина своей лаской, заботой, добротой, она держит всегда, как массаж делает этим психическим центром. И таким образом эта энергия движется выше, 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 выше. Потому что она вызывает самые возвышенные и прекрасные качества. Плод для святого, хотя он никогда не был монахом, например. Ну, говорится, что монахи, они соблюдают обид безбрачия, церебать, да? И таким образом они поднимают энергию. Нет, можно заработать таким монахом. Если монахиство не здоровое, человек может заработать всё это на статье просто. И всё. Распределение просто. Энергия пытается двигаться, он её сдерживает. Вверх она не может двигаться, а вниз он её не пускает. У неё, в принципе, такие. В результате, что энергия начинает, как наступите на шланг, наступите на шланг и вы узнаете, что произойдёт. Кран открыли, да? И наступили в каком-то месте на шланг. Что там происходит? Энергия не видится. Начинается шланг. Процесс. Увлитение, больность, воспаление. Поэтому сила женщины состоит в том, чтобы она могла мужчине помочь сберечь энергию, сексуальную энергию, но при этом что? Помочь ему её ещё и поднять. Есть случаи, если этот мир холодный, он его как-то очень сильно-сильно напряг, мужчина сильно. Вот бывает, мужчина выйдет на работу, приходит, все часы позакрывались у него. Так вот, как пообщался с начальником, да ещё приехала какая-то комиссия или инспекция, да? И как бы все хотят от него чего-то непонятно чего. Он пришёл домой чуть живой. Один человек пришёл, мужчина пришёл, да, я ещё пришла на консультацию психолога, он говорит, мой муж как животное, ему просто вот надо видеть, и он только пришёл, ему где вот кто-то стоит, там и вот будем, сейчас вот секс у нас будет. В ванной, неважно, а кухня, это всё равно. Мне это очень неприятно. Я не хочу себя чувствовать героиней каких-то странных фильмов. Поэтому я думаю о разводе с ним. Она говорит, психолог говорит, позовите, пригласите своего мужа. Они пришли с мужа ещё раз. Говорит, когда вот такой неприятный инфинжент был? Она говорит, да, в пятницу вот был. Она, психолог говорит, пожалуйста, расскажите, мужчина, мужчине предлагает, расскажите, пожалуйста, как у вас этот день прошёл? Он говорит, да день это вообще не день был, это ночь была просто. То есть какой-то кочмар. Я пришёл на работу и узнал, что мой подчинённый не подготовил необходимые документы. Из-за этого сорвалась миллионная сделка. То есть я руководитель большого отдела, там на миллион долларов сделка, а он просто дело не подготовил. Просто это легитарно. Так вот. Когда я ему стал говорить об этом, он ещё стал отпихиваться и говорит, что это не мои проблемы. Мы отвечали за процесс, сами должны были присоединиться. Ну такое ещё, наглое. И потом ещё я от начальства, мне с начальством разговор состоялся. Я пришёл, вообще чуть живой здесь. Под угрозой потери работы. В общем, тяжёлый день. И вот я пришёл, и дед захотелось. И психолог спрашивает, скажите, пожалуйста, если бы просто жена была так вот, усадила бы с собой рядом на диване, так, просто обладила бы вас, жаловат себе. Он говорит, ничего не говоря, ничего не спрашивая. И, знаете, мужчина не любит, когда я его спрашиваю, когда он всё равно на литератический стул ещё его посадит, там, пристит. Он говорит, просто приезжала бы, погладила бы с собой, поцеловала бы там голову, поцеловала бы. Так мы посидели. Как вы думаете, вам бы захотелось так же вот необузданно, чёртнуто так вот сексом, прям, с обходом? Он такой пристраивает, говорит, знаете, сейчас я думаю, что нет. И это правда, потому что это секрет, движение энергии. Энергия сама по себе не хорошая, не плохая. Энергия, она зависит от того, куда она направлена. Она может быть направлена на рост человека и на его деградацию. Поэтому счастливый человек, энергия идёт вверх. Несчастный, она идёт вверх. Чем определяется счастливость или несчастливость женатого мужчины? Состоянием его жены, ничем больше. У мужчины, в принципе, четыре состояния, если так попроще она говорит. То есть поел, проглотался, устал, отдохнул. Наших состояния, их мало. То есть у нас нет, когда что-то провел. Мой мужчина холостой, он знает, что. Это мое состояние. Поел, проглотался, устал, отдохнул. Ну дальше комбинация, например. Самое худшее, это усталый проглотался. Усталый поел, уже чуть лучше. Усталый отдохнул, в общем-то, самая больная убила его. Да. Да, действительно, из-за того, что система начала достижение результатов, паровоз. Нам в основном важны ресурсы наши энергетические. Мужчина отдыхает даже таким, действует без действия. Очень простой механизм отдыха мужчины. Мужчина отдыхает действием, точнее действует, потом отдыхает без действия. Женщины, вы умеете отдыхать одним без действиями? Не умеете, не помогает. Мужчина говорит, да хватит тебе носителя, садитесь посидеть в телевизор, посмотрим. Она сидит, ее еще трясти больше начинают. Знаете? То есть у женщины совсем... Вот, мужчины, отдых. Поработал, потупил. Поработал, потупил. Я специально его перевожу, как женщины отдыхают. А тут вы не поймете, вы начнете думать, что мужчины так, как женщины должны отдыхать. Потупил, это значит, что-то такое подделал, что вообще, ну да, не годится, вообще ничего не нужно. Просто в сети посидел, там, в интернете, что-то кликал, кликал, щелкал, щелкал, гипунтом щелкал. Видно, что человек ничего не делает. Жена думает, боже мой, что это за отдых какой-то? Ад какой-то. Чтоб я так отдыхал, да? Чтоб я здесь начинает его опять в стресс вводить, да? То есть мужчина не стал, но начинает его еще лечить, знаете, с интернета или телевизор. Или делиарты, или ничего не что-то. Мужине важно отключиться от проблем полностью, и просто протупить какое-то время, чтобы психика восстановилась. Тогда он готов снова действовать. Но мужчина каждый должен знать, что женщина вот так он отдыхает. У-а-а, умри, 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 да? А сейчас заодно энергией гнева религиозной. Это не пример вопроса, я чуть-чуть больше. Женщины, смотрите, мужчины, совсем другое. Не уговаривайтесь сесть посидеть рядом с телевизором и поезжать, ничего не делать. Женщины не отдыхают лежа. То есть тело отдыхает, но они не отдыхают лежа. Женщины, самой самодельной женщины направлены на отношения, а не на достижения. Помните, да, вчерашний паровоз? Вагончик, он отдаёт уголь. Он не ездит никуда, он просто отдаёт уголь. Функции вагончика судьбнём отдавать уголь, а не ехать. Он едет по стоку-постоку, отдал уголь, правильно? И когда он отдал уголь, он говорит, угадайте, что надо сделать? Просто поставить его на тупиковую эту самую, и он там отдохнет, правда? Если паровоз реально, он может отдохнуть. У него перегрелись там почни, подшипники, надо котёл, там остудить, что-нибудь ещё. Он просто постоял чуть-чуть и снова его ресурсматрали вперёд. Показывает вагончик отдохнуть, стоя на тупиковые везде. Он должен поехать туда, где его заполнят снова. Он отдавал всю дорогу паровозу, да? Угадайте, как он отдыхает. Отдыхает. Если у него засыпают, он приезжает туда, где большой пол, что там ему насыпают снова. Если он всё время только отдаёт, каким образом он может восстановить свой ресурс? Эту женщину. Поэтому и... Можно сказать, сядь посиди, а я пойду посуду помою. И отдыхать будет... От чего женщина больше? От сядь посиди или от того, что у меня посуду помою? И тикку принесите. Ой, вообще отдохнули. Так отдыхает. Сильно очень отдыхает. И ещё пропылесочим. В другой комнате. У тебя здесь тикка была. Как женщина, отдыхаете или от этого? Представляете, да? Мы пришли, занятия у девушки есть, у девушки студентки, да? Здесь занятия, и мама реально хочет, чтобы отдохнули. Мама любит отдохнуть. Она говорит, давай-ка быстренько под одеялко тёпка сейчас. Я пока ванну не беру. Вот, посмотрите, что они идут и видят там. Мы уже посидели. Так, отдыхается вам или нет? Не отдыхается? Там, блядь, щётку, да? А как вам отдыхается? Интересно? Интересно, не у нас. Интересно, что там? Хорошо. Стой, потупить, да? Он спит. Жаль, что у вас плохо дела уже идут. Общаться, то есть поделиться с этим. Это тоже значит, что? Принимать. Принимать заботу другого человека. Когда мы открываем секция и расскажем, что это тяжёлое, а мы таким образом принимаем. Женщины принимают такую заботу. Книжка может помочь? Напробуйте, я что-то не очень верю в это. Днепропетровский, Запорожье, я в районный дежур. Это не работает. Да, в Москве, в студенческий город, здесь книжка делает всё. Обычно просто книжка позволяет минимум показать девочке, что меня не трогает. Она уже не верит ни в такую заботу, она просто берет книжку и везде читает. На самом деле, пока меня не трогает любить по судьбе. Далее, важным моментом является то, что существуют определённые сегодня мы говорим о близких отношениях с белой сессией, что женщины, мы всегда с вами говорили, вы сами согласились, что открыть женщину, расположить их с близким отношением, оказывается не так просто, как мужчины думают. Но мужчины думают, что они просто ломаются или вообще их вина. Вообще-то они хотят, или они противны, или вредны, или встят за что-то. В какой-то степени это правда, но только в какой-то степени. В какой именно? В том, что женская психика раскрывается только, если женщина получает три главных атрибута. Безопасность, главных проявления. Безопасность, близость и благодарность. Три витамина В. В1, В2 и В3. Она должна почувствовать себя в безопасности. Должна почувствовать, что рядом я в надёжных руках. Я чувствую близость, я чувствую эмоции человека, я чувствую, что он переживает мне. И третья – благодарность. Я чувствую, что этот человек осознаёт мою чудесную природу, что я не просто для какой-то тренажёра, для его удовольствия. Таким образом, когда мужчина делает так, он показывает непременно так. Показывает, что можно будет послушать. У женщины в этот момент диспетчер получает сигнал. Женщина из диспетчера сидит в другом кабинете. Женщина говорит, прошу разрешить взлёт. То есть, можно ли мне открыться для близких отношений или нет? Диспетчер говорит, ждите. И вот обработка данных. Мужине это не объясняет. Мужчина с вертикальным взлётом. Он ни у кого не спрашивает. Он такой, взлёт и всё. Далее появился анекдот такой. Женщина говорит, ну что ты вот всё секс за секс? Ну как-то я устал от этого. Ничего у нас кроме этого нет. Он говорит, да всё тебе всё надо. Он говорит, мне какого-то элементарного внимания, просто как в жизни. То есть, что мы понимаем. Внимание! Внимание! В целом. Это то, что мы понимаем. Внимание! Элементарное. Внимание. Поэтому саму берет внимание, это значит женщина говорит, ждите. Её психика говорит, ждите, идёт обработка. Я не могу захватить близкие отношения вот так сразу, понимаешь? И понимаешь. Попробуй поверить. У меня оператор там сидит. И он говорит, ждите, не знаю. Я хотел бы с тобой взлететь, но мне оператор пока ещё не даст. Согласия не могу. У нас это не ступина. Полу военной оборудования. Оператор говорит, пошла информация. Три дня не звонил, не появлялся. Сегодня опоздал на полчаса. Должен меня встретить с работы, опоздал на полчаса. В прошлую пятницу в гостях осталось у меня одну. Я там сидел среди незнакомых женщин, но он там с мужчинами политику обсуждал. То есть всё там, ему весело было. А я сидел как дурочка на диване одна. Тоже мне в гости сходили. Обещал помыть ремонта. Направь задолжь, тоже давно вообще. Даже не забыл, когда обещал. Всё, информация обработала. Взлёт не разрешаю, говорит. Всё, женщина не может открыться. Она хотела бы, а не может открыться. У меня там внутри эта вся информация. Я говорю, не могу, не могу, не открывается никак. Не хочу здесь, спать хочу, голова полить. И почему это происходит, вчера мы с вами говорили об этапах формирования гармонии. Мужчина, для него физическое начало, ему сразу легко вступить в отношение физически. Для этого не надо никакие коды, никакие там операторы, ничего не надо. И эмоционально-интеллектуально является уже, как бы проявляется очень большой шорт, как он получил расположение со стороны женщины по отношению к его первой потребности. Вот очень важный момент. Женщины путают, они думают расположение, как бы расположение, благословность, это значит удовлетворить желанием мужчины в близости. А на самом деле, всё гораздо проще. Лекция вот называлась по этой теме, которую читала в Сафародине, по-моему. Называлась «Будь добра к нам обоим». Откуда эта фраза? Это фраза из медического ритуала бракосочетания, когда в определённый момент этой церемонии жених, он произнос такие слова. Он говорит «Будь, пожалуйста, добра к нам обоим». Странно, да? Тут же женится, сколько человек женится. Я был переводчиком, переводист английского, и я такой, читаю перевод, чтобы жених повторял. Я говорю «Будь, пожалуйста, добра к нам обоим». Ну, у него тебе переводчиков ты тоже. Невеста как бы, она должна быть жениху и переводчику добра. Странный текст, вроде ведительский. Откуда они знали, что переводчик не читать? И потом читаю следующую строчку «Ко мне, жениху и к животному». У него тебя как тут отраскали переводчики. А речь-то идёт о чём? О том, что ко мне и к животному две природы мужчины, понимаете? Одна божественная и человеческая, а вторая – животная и секцина потребность в близких отношениях. Поэтому для инны делают ошибку. Они думают, что моё отношение к сексе должно быть такое. Если я хочу, то тогда я даю согласие. Если я не хочу, то я должна сказать ему, что типа, вот, дедочка не надо. Как это? Кино абсолютно было. Не мыться, не мыться, мыться не будем. То есть я должна блокировать это. Или быть ведомой, или блокировать. Ну, то есть сказать, а чего это ты взял, что я сейчас этого должна? Ну, что-нибудь такое, как-то показать, так что вот… Вы что-то не того, дорогой мой, хотите. Оказывается, будь на брак нам обоим. То есть жених обращаются к невесте в момент бракосочетания, церемонии, выполненного для покрешения. Имею в виду, что, как бы, это моя двойная церемония, будь на бракосочетании. Все равно, чтобы с большим Синбернаром бы женился. И тут вот, я женюсь на тебе, но у меня вот еще… Ну, сделай все это, мой друг со школы. Он тоже будет с нами жить. Ну, правда, звоняет иногда, птина от него. Кушает много он там. На диван бывает залазит с лапами грязными. Вот. Ну, будь добрак нам обоим. Даже, ну, моей женой становишься. Ну, я о нем тоже как-то позаботился вообще. Будь ласковым с ним. Поэтому мужчина обращается так. И это означает, что женщина необязательно должна идти на поводу у желаний мужчины. Она должна очень снисходительно и по-доброму глазку относиться к этому. Она понимает, что эту потребность у мужчины есть. Но если она, если она, если она, смотрите, если она пойдет на поводу, сексуальная энергия будет искрачена, мужчина не сможет прогрессировать или даже будет дивердировать. Если она будет его гнобить за это, у него закроются психические, психические центры закроются, он ласки не чувствует, поддержки, одобрения. Для мужчины одобрения очень важно. Энергия будет бить в закрытые центры, и мужчина будет сам, как бы, очень такой напряженный, еще может быть агрессивный. Агрессия из-за этой боли агрессия. Раздражительный. Ему отказали, в близости, он такой... Сейчас становится вредный. Вот. Получается, какой за выход? А выход очень простой. Женщина не обязательно идет на поводу, то есть она не способствует тому, чтобы мужчина тратил энергию. Но она к тому, что она добра к ним обоим, лаской, поддержкой, заботой своей. Она сердце открывает, и эта энергия красиво двигается вверх. И когда она начинает двигаться вверх, мужчина чувствует больше эмоциональной близости с ней, больше интеллектуально интересный, интерес к ее миру, к тому, что она ему говорит. Вот, кстати, только мужчина на третьем уровне способен слушать женщину. На втором уровне он способен слушать ее эмоции. Потому что женщина эмоционально что-то говорит, и он такой, если он близкий, сокровенный друг, он говорит, ну что ты, маленькая, ну что, хорошо, ну, спокойствие. А потом, когда он успокоился, он начинает говорить о своих проблемах. Это естественно для женщин. Женщине эмоции и матери поделилась. К сожалению, женщины не знают, что мужчины эмоции и проблемы вместе не могут слушать, да? И гробят их вот там коктейлем молотого, знаете? Вы только зажигаете смесь. Возьмем туда, возьмем свои эмоции, накапленные за многие жизни иногда, насыпем туда немножко проблем, которые ошибок мужчины. там, не знаю, то, что он крышку не опустил, то, что там танки не там оставил, то, что там еще еще нет. И в него, на, получи пасыст, гранату. А пускай, что хочет, что им делать. Вот так я поговорил с мужем, понимаете? Это называется проявление эмоций. И после нескольких гранат танк супружески загорается и добивается. Все. Ну, это много гранат надо накидать в здоровый брак. Женщины так делают, убивают свой собственный брак, сами не зная даже, что они творят. А некоторые женщины убивают свой брак тем, что вообще не делятся эмоциями. То есть, знают, ну, делиться эмоциями нехорошо, да? То есть, надо подавлять. И тогда сама уезжает в онкологию или в депрессию. Как говорили нам друзья в Днепропетровске, в депресс уходят. Глубокий депресс. Подавляет эмоции, теряет любовь к мужчине. Проявляет их вот так вот, как она хочет. Тогда мужчина теряет в ней любовь. Выбирайте, что делать. Но, когда женщина правильно себя ведет, мужчина способен взять ей эмоции и понять, что страдать ей часто. Это эмоциональный уровень. А знаете, что такое интеллектуальный интерес мужчины? Он сидит ей час, слышит, ничего не понимает, о чем она говорит. И продолжает стараться понять. Почему? Потому что женщина, мужчина мыслит линейно. Он сначала хорошо обдумывает, что он хочет сказать. Обдумывает, на четвергой маршруте. Потом идет по этой линии прямо к цели. Это мой разговор, мы что-то короче всегда, намного короче. Женщина движется к цели, вот как, знаете, вода в ванной, когда вы открываете, просто туда, она вот так начинает. Вот просили что-то туда, упало и, ну, что-то попало, да? Ну, что-то нет. Там, не знаю, просто какая-то солимца. И она не сразу устремляет этот слив, правда? Она долго-долго-долго крутится, пока придет к цели. Вот это образ мышления женский, нормальный. Это нормально связано с природой головного мозга и природой женщины, очень особенной природой женщины. Есть очень много нюансов, пока принять главное решение. У нас время следить за отношениями. Какое бы я решение не хотела принять, я должна перепроверить десять раз. Не заденет ли это кого-то в моих отношениях. И когда я десять раз эту девочку не задену, тогда только принимаю решение. А мужчине не важно, кого он заденет за деньги. Ему главная цель достигнуть. Понимаете? Это однопролом. Поэтому мужчины не умеют, не могут снизить женщине. Ну, кажется, что она говорит об одном и том же. Возвращается все время к тем самым вопросам. Говорит, и тот, что об этом уже говорил, о том завтра, опять эту тему. Сейчас ты ее бросил, но начал говорить о том, о чем говорил 15 минут назад. Ты мне, как-то, он такой... В чем смысл вообще? В чем цель? Я все не понимаю. Например, дурака вот по кругу. Голова кружится. Но когда он имеет интеллектуальный интерес, я снимаю этот процесс, она это интересенна. Я говорю, Марина, честно, ты сама знаешь, что я хотел сказать? Она такая, честно? Ты не будешь меняться? Понимаешь, что он мужчина? Ну, знает, что любит очень сильно меняться. Он готов менять. Я сама не знаю, о чем я хочу сказать. В общем, я говорю, ну, нормально. Ну, сейчас ты, сейчас ты, как меня послушал, ты вопрос задал. Я в первой жизни поняла, что я так делаю. Я говорю, ничего, я не больная. Он говорит, ну, странно. Я могу начать больное не могу сказать, но точно могу сказать одно. Ты не мужчина. Она говорит, ну, ты меня так и любишь. Ну, если я про мужчину, зачем ты меня брал в зоне? Да? Итак, дальше уже формируется, без нашей жизни формируется духовная единство, потому что мы не можем отвечать, это то, что называется «прати на небесла». Вы должны следить за тем, что гармония была на трех доступных нам уровнях, а когда эти три уровня сложились, тогда что? Тогда мы можем рассчитывать, что возникли духовной гармонии. Но вы не можете заставить вашей силы идти по этой духовной гармонии. Какие вопросы у вас есть на эту счет? Какой конечный список нам в виде жизни? Да, моя. Ну, раз уж. Я с утра сейчас перетерываю, давайте. Задайте ей вкусно. Пересвала после перетерыва. Пожалуйста. А вы говорили о том, что женщина, если не берет достаточно теплой ласки, то мужчина блокируется в движении. Может ли сбить вот эта теплая ласка чрезмерная ласка? Никто еще не умирал от чрезмерной любви ласки, но женщина, она должна, как сказать, она должна беречь очень этот ресурс. Этот ресурс, он имеет химическое отображение в жизни, на уровне гормонов, психической, в форме тонкой энергии, которой тоже надо быть есть, она тоже энергия. То есть это все энергии. Энергия ласки – это энергия. И общий потенциал энергии у девушки, он, скорее всего, в начале ее жизни. Поэтому у меня есть такая презентация, которая называется «Девочка-батареечка». То есть если ее батонт, то девочка заряженная. Этот потенциал ей, ну, дам просто Богом, дам. Вот смотрите, какой. Девушка. Ее кто-то спит всегда в этой самой коляске, кого-то мячит. Кто-то сама начала ходить еще недавно. Уже в ком-то заботится, кого-то кормит. Мишки уже все сидят у тарелок, да? Ух уже вложены, да? То есть это очевидно. Мальчик этого не делает. Мальчиков что? Игра какая? Динозавр. Грррр. Гррр. 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 Грр. Гррр. Я тоже любить, Александр. Не хоть пупышка, а ты зеленый, а все нормально. Петя и Сережа, сидите спокойно и не показывайте зубы. Они тоже забудут. Другая природа. Поэтому природа девочки – это значит батарейка. С самого начала жизни заряжена полностью. И угадайте, какая цель ей жить, если она заряжена полностью? Заряжать других. Да, вот именно. Заряжать других и самой выдохнуться. Поэтому и умеете заряжать других. А другие, которые не заряжены, а не аккумуляторы, они такие только ищут тех, кто их зарядит. Вместо того, чтобы самому заряжаться, он говорит «Привет, ты кто? Я батарейка». Ладно. Зарядишь? Будьте осторожны. Вот и засветился весь Харьков, понимаете? Девочки, главная природа девочки, пункта ее – сохранить этот потенциал. И вот к вашему вопросу… А восстановить его? Восстановить его очень трудно. Это большой секрет. Расскажите. Расскажите. Секрет. Расскажите. Расскажите. Восстановить его больше, чем надо было нищего, на 5-й случае. Если бы она знала, что этот потенциал невосстановим, она была бы более аккуратна во всем. С каждой минуткой своей жизни. С каждым общением фамилиарным с мужчинами. С каждым походом на пляжку. потому что голое женское тело, обнаженное, это способ изобрать у нее энергию. Наслаждается, все смотрит, а как вы думаете, продается какой-то дурацкий напиток, в общем-то, ничего себе не представляющий, но на каждой рекламе красивая девочка. Или продается масло для машины, просто масло для машины, совершенно невкусная, неинтересная, непривлекательная вещь. Но если ей дать руки грудастой красавицы динамогой, как-то продается все лучше. Откуда? Это энергия женской чистоты и красоты. Поэтому вторая плохая новость, то есть, что потенциал невосстановим. Об этом знают психологи, не очень хорошо, не все, но очень хорошо знают искренне, честные наркологи. Мужчине подтолкнуть в краю проще, с одной стороны, как бы проще подтолкнуть в краю, но зато закодировался, женился, брелся, начал духовную практику, восстановился, бросился. Даже от серьезных зависимостей, таких как героинов и так далее. Но насчет статистики женской исцеляемости, есть большие, как сказать, сомнения, подожрения, и очень много из чего скрывается, потому что не очень большие убийцы. Но есть хорошая новость, след за второй нехороший. В том, что погасить этот потенциал, убить этот потенциал у женщины гораздо труднее. То есть, подтолкнуть в ее краю труднее. Женщина психика, психика женщина гораздо более стрессоустойчива, чем мужская. Но однажды столкнув, обратно затащить очень трудно. И еще одна важная, это уже не плохая, не хорошая, а важная новость состоит в том, что большинство женщин переоценивают степень посаженности своей батарейки. Стоит женщине чуть-чуть оступиться, если она не находится в правильном общении, где ей скажут, что все в порядке, ты у нас, и мне закрасывается по-прежнему. Дальше она сожгет все сама, считая, что это не нужно. Это вот как батарейку вы забыли вынуть и увидели, что фонарик был включен, например, с него. И вы думаете, ну все, выбрасываем, не с ним. А батарейка так интересно устроена, что если она чуть-чуть полежит, она этот потенциал восстанавливает. Она не заряжает, она просто его восстанавливает. Оказывается, она не настолько села, насколько вы думали. И вот самое опасное, что происходит в жизни женщине, когда она попадает в отношения, в которые к ней дурно относятся, она начинает сжечь свою батарейку сама под черным. И ей говорят, да что у тебя тут вообще 0,2 вольта? И, например, мне говорили на лепке, что полтора. Это полтора у 16-летних, у тебя уже там 0, 1 и 5. И если женщина начинает верить, дальше она сделает все своими руками. Она добьет себя вообще сама. В этом особенности в леки мужчины и женщины. Если с мужчиной дурно обращаются, он просто перестает заряжаться и начинает заряжаться от общества. То есть начинает жрать энергию горбу. Он начинает устраивать фестивали народной музыки. Всему окружению, всему обществу. Но он берет автомат, условно говоря, начинает расстреливать просто всех вокруг. Это естественно мужчину везлить с детства. Ему причинить страдания большие. Он вот так возьмет и будет до конца жизни мстить всему обществу. В основном лидеры мафиозных группировок, земинальные, вместо людей, которые просто в детстве жили в аду. Это их, можно сказать, не оправдывает, но это почти законодательно. Один психолог пришел к тюрьму. А тюрьму вы знаете, что они заполнены на 80% от кем? Мужчинами. И он говорит, поднимите руку, кого в детстве не наказывали физически. Никто не поднял руку вообще. Нет ни одного человека. Но природа женщины другая. Если к женщине дурно обращаться, то что она делает? Она берет тот же самый автомат, которым мужчина расстреливает только, условно говоря. Переворачивает его. И начинает расстреливать там. В автоматическом милине. Сама. До конца жизни. Застреляет сама. Вы не только дайте какой-то план конфет, как это делать. Объясните, что я состою из трех матрешек, а не из пяти. Да, он из каких-то. Деряха, эгоистка. Ну, эгоистка даже. Эгоистка, деряха и что еще? Литяйка. Да? Вот все. И я доделаю сама. Значите мне в детстве, что я из трех этих матрешек состою. Я осталось застреляю сама. Сумасшедшая учеба. Совершенно какой-то бездумный учеба. Не скажая просто себя. Стоит время свою юность. Сумасшедшей работой. Сумасшедшей совершенно браком, который я вышел замуж за человека, который, очевидно, мне не подходит. Но поскольку мне он нужен, чтобы дострелять сюда до конца, понимаете? Я выбрал мужчину, которого думаю, я единственно достойный, понимаете? Единственно достойный. Я не достойный того, кто будет заботиться. Я достойный того, кто просто не пьет, занимается спортом или йогой и не имеет ведомых других привычек. Хотя малю жизнь он сделал адом. А подруги, когда дура, моргинка, лодки, потом кусать будешь, такой мужик. То, что не пью, ты не можешь сделать жизнь на адом. Это просто устаревший данный шалат. Ну, конечно, многие выросли в такой атмосфере неприятной. Вы думаете, отец пил, поэтому сейчас неважно найти непивший мужчину. Но больше рассчитывать нечего. Почему? Потому что эгоистки, инициайки, инициайки, инициайки – это уже за мной. Это уже за мной. Мужчина вступает в брат, к которому надо отстреливать себя дальше сама. Общаясь с мужчиной, который ее не ценит, который ее не может. Не может оценить просто ее качество. Низкая самооценка – страшная вещь. То есть, низкая самооценка означает, у вас всего потерялся 1,1 вольтик. У вас было 1,5 барабелька, а сейчас 1,4. Но женщине кажется, что она уже вообще просто 0,1. И дальше она дождет уже, дождет остальное сама, и об этом не надо заботиться. Поэтому, говорится, для женщины нет ничего важнее, чем правильное общение. Нету таких комплиментов, которые были бы лишние для женщины. Нету такого прославления девочке, которые были бы перебором для нее. Нету. Нету. Не может быть так, чтобы хвалили, хвалили и перехвалили ее. Если эти хвалы бескорыстные, если родители не хвалят, для того, чтобы что-то потом получить, нет. И кто хвалит? Кто может бескорыстнее похвалить дочь? Матерь и отец? Матерь. Отец, не корыстно хвалит дочь. Ты у меня красавида, ты у меня... Почему приятно? Ребен у противоположного пола, отец первого не ею, она дорогая, может быть. Он чувствовал, стремятся, но тоже... Это почти как моя жена, только по всей своей чистоте. Я совершенно бескорыстно хожу ей. Кажется, что это бескорыстно. На самом деле воспитание ребенка противоположного пола всегда несет себе корыст. Поэтому бескорыстный комплимент может сделать только маме. Если мама говорит, ты у меня чудо, ты у меня прелесть, ты у меня красавица, ты у меня умница, это имеет силу в раз пять больше, чем у отца отцовский комплимент. Вообще комплименты... Матерь, отец и сын. Ну, сыновья, где сидят, вы знаете, как это говорится. Скупный отцовский комплимент. Не скудный, а как еще говорят. Улыбка, улыбка в мужчине бывает такая. Скупая, вот скупая. Скупой отцовский комплимент. Ну, может быть, слышал, за годы учебы раза два. А ничего, нормально. Кайя Чаплин сказал, Кайя Чаплин говорит, большинство автобиографических фильмов снимается со слов мам. Великих людей, со слов мам. Если бы мы сняли фильм со слов отца, то это совершенно другой фильм. Вряд ли стой привлекательный. Лучше для глуханина. Поэтому хорошая или как важная новость состоит в том, что женщина должна знать, как бы она не чувствовала свою незначительность или деградацию, она ошибается примерно в десять раз. Каждый человек, который делает комплимент женщине, должен знать, или мама похвалила дочку, вы не додали ей примерно в десять раз. Как бы вам не показалось, что вы уже захвалили, это означает, что вы только-только похвалили на одну десятую. Понимаете? Не понимаете. Ну, поверьте хотя бы тогда. Понимаете? Природа. Потому что основой безопасности женской природы, с ее потенциалом хранить, является ежедневное, постоянное напоминание об ее прекрасной божественной природе. Это единственное условие. Потому что если она не будет это услышать, она начнет неберегно относиться. То есть вот у вас бриллиант, например, ему три карата бриллианта. Если вам каждый день будут говорить, да, опять же свои стекляшки. А что это стекляшка такая-то дело? А что это... Ну не ходи, ну как-то славно свороусь, а то стекляшка какая-то. А вот там вам и так Харьков переговорил каждый день. Вы бы уже сами начинали сомневаться, что у вас бриллиант, правда? Как говорят, если скажут сто раз, что свинья затрюкаешь, да? В общем, так же, если женщина слышит с детства, неряха, лентяйка, эгоистка, эгоистка, неряха, лентяйка, эгоистка, маме не помогает, только о себе думаешь. А я что, маме помогать? Я что, армия спасения, что ли? Я тебя развивать, помогать тебе, что ли? Ну что это такое? Шкура и помощь, что это? Я девочке просто радовать пришла, и все. Если лет 15 слушает о своем эгоизме, лентяйстве, все готово уже, свою батарейку больше хранить не будет. Куда она пойдет? Жечь ее пойдет по-черному, в самых страшных подвигах, какие-то сумасшедшие, понимаете? Какие-то учебы, достижения, там, и так далее. Пишите лучше на бумажке, пожалуйста. Не, просто по этому поводу, вот вы говорите, девочке не надо сказать, а как же они будут учиться, там, бурь готовить, посуду, думаете? Это что, придет им сверху? Да, 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 да. Представляете, моя дочь ей сверху пришла, она в три года жила, медведя рассадила всех, навалила кашли им и накормила всех. Откуда пришлось? Не, не сверху, я не говорил, Таня, иди, бери песок, вари там, сын туда, добавь, вари суп. А мы за песком будем? Да, конечно, вы понимаете, сейчас мы как бы глупости говорим. Вы сама были такой, все кормили песком, чем надо, как надо, вовремя. Откуда она придет? Это сумасшедшая идея, я вам сейчас объясню, на каком пути стоите вы, если вы серьезно верите в то, что надо детям прививать ответственность, чтобы им не свалилось сверху. А то как, девочка, если не заставлять на пинках, как же она посуду будет мыть? Хотя он говорит точно, что девочки 21 века, они их рвет уже от вашей мойки, из которой вы сделали орудие инквизиции, понимаете? Иди, давай, мой посуду, мама устает, иначе за вами кружки должны быть домывать. Иди мой, выйдешь замуж, как ты будешь мыть, он сказал, боже, быть замуж, и все время мыть посуду, да? Не складывается, как ты на семейной жизни, просто какой-то набор страшных каких-то девательских обязанностей, понимаете? Вот скажите, женщине, что это не так. Что так, так. Сейчас мужчины моют, вот так вот моют посуду, для них не проблема. Я не знаю, как Панька берет, у нас многие мужчины моют посуду. Знаете, почему мы ее моем? Потому что нас не гнобили этой поганой кружкой, которую она теперь не моет. Мужки не скурвал еще. Ну, мне это репрессия, понимаете? Да мне, как мужчине, не нравится пенчиками посуду, ну, как бы, не часто это дело. Но ради любимой вещи могут помочь. Это в то же время и не вызывает никакого противотестра. Мечные большинство девочек, они ненавидят кухню. Не потому что они не хотят, им с неба не сквалились. Ну, мать довела, нас делали кухню, что-то такое, какую-то мастришечку я просто. И вот этот синдром ответственности, который, это просто постконунестительная болезнь, понимаете ли? Ну, отдавайте себе отчет, мы же помним, откуда у нас ноги растут, откуда у нас природа. Не из детства совсем. А непонятно откуда. Чрезмерная нагрузка ответственности за помой, за убили, а кто тебя в жену берет, приводит к появлению двух типов живых существ, мутантов. У вас ученый на Украине без ГМРО, вот это ГМО. Генетически модифицированный, что? Продукт. А, я съел. Ребенок. ГМР. Если грузить до 14 лет, думая, что это не свалится с неба, и пускай дочка уже начинает мыть в 5 лет, в 7 лет, в 9 лет, то вы, поглядите, мальчик, там выполняет обязанности, берет ответственность. То вы получите два варианта. Первый. Безответственный поиск наслаждений, привал я на ваши обязанности, я никому ничего не обязан. Ну, вы знаете, кто это? Чей этот текст? Матисик, или девчонок? Матисик. А, все септисты. Да, вы все, да, все никому ничего не должен. Чего? Чего? А второй, смотрите, второй еще страшнее. Отсутствие веры в работу при начальстве счастья. То есть, отсутствие веры, что когда-то мойка посуды может доставить мне удовольствие. Вы убили эту веру, понимаете, своими идеями. А откуда она свалится? Она свалится вместе с мамой и депрессией ее на голову дочери. И на всю жизнь там и останется на ее голове. Я не верю, что можно быть счастливой в семье, просто заботиться о близких. Вот девочка не верит. Я не видела такого примера. Мама старалась на меня это все время спикнуть. Как это могло быть для нее большим счастьем, если она все время пыталась спикнуть? Она говорит, а это мне было счастье, потому что бабушка на меня всегда старалась спикнуть. Вот вам и карма. Вот как работает карма. Она передается, оказывается, не секретным способом, а в бойку. Не бойся, свалится, все свалится. Все, что может свалиться. Знаете, откуда сваливается? Девочка, когда любима, она смотрит, она понимает, что она на радость родилась, как бы радовать. Она смотрит просто, что мама делает, сама начинает все с медведями делать. Самый простой способ воспитания — копировать. Копировать, понимаете? Просто копировать. Да нет никакого примера, вы вообще никакого примера не подаете. Надо подать пример, надо напрячься и пойти помыть посуду. Девочка, посмотрите, как меня чуть не вырвало от посуды. И тоже тогда поймет. Надо посуду мыть. Нет слова «хочу-не хочу». Есть слово «надо». И она станет такой хорошей хозяйкой. Станин, послушайте, по-второму типу, понимаете, от которой мужа водопить будет. Вот на мой взрослый. И такие женщины, и те, если муж обидит, они знаете, что делают? Куда бегут? Посуду мыть бегут. Вы знаете, до чего уже дошло? То есть у меня депресс, она идет туда, где лучше всего депресс перерывать. В самом противном месте в доме. В туалете нельзя, но там дети будут ломиться. А на мойку никто бы не будет ломиться. Там самое безопасное место. Там никто не добровольно не ходит. Годный человек, когда высунулся. Поэтому плакать на мойке. Она открылась, стоит, моет. А к этому у нее еще лучше ассоциации с мойкой посуду. Каждый раз, когда мужа обвиняет психикой, надо же разумности вести. Муж меня обнижает очень сильно, иду посуду мою. В результате, когда в следующий раз прихожу, это НЛП. Начинаю посуду мыть, ощущение, что меня здесь не любят и ненавидят. Все затурканно, просто домохозяйка. Знаете, до чего доиграли? Вот уже, как только женщины пришли, я говорю, мама приходит, говорит, кто моя дочь? Сходите по гороскопу. Я говорю, ваша дочь хорошая жена. Я говорю, что это ваша картина семейной жизни, хорошей жены, я ничего не могу помочь вам. Но у нее хорошая, она хорошая жена, она счастливый человек в семье. И не надо утрировать, не надо делать это каторгой. Поэтому вопрос о том, не слишком немного ласки может быть со стороны женщины. Женщина не должна жертвовать своим счастьем. Чувствует, что уже она ласку дает, а сама ее лишена. Есть один секрет. Женщины тогда начинают давать ласки сильно очень, через все, когда сами давно ее не получали. Поэтому девочки, которые не выросли в ласке, очень-очень ласковые, сильно ласковые. Но могут быть неосторожной ласковой. Если муж не будет запроситься, она угробит все на эту ласку, ну выложится, сожгет ее в батарейку просто еще. А когда сожгет, она поймет, что мужчина не успел зарядиться еще, и семья развалится. Здесь должна быть батарейка, которая подстраховывает мужчину в процессе его зарядки, пока он заряжается. Пока он в процессе подзарядки находится. Хорошо, сделаем берегик тогда, и я отвечу на ваши вопросы. Хорошо? Спасибо. Как нужно относиться к женщине во время беременности? Стоит ли воспринимать ее как обычного человека? Ни в коем случае. Ответ ни в коем случае. Особенно состояние психики женщины во всех традициях, на базах, во всех культурах. Женщина беременная, царица. Любые ее выходки, любые появления эмоций являются чем? Попробуем. Здоровьем ребенка, вещанием, счастливым, развитиемом психики. Самое страшное, что может делать женщина во время беременности, это подавлять потребности своего тела, подавлять свои желания, подавлять свои эмоции. Но женщина, которая подавляла их все детство, с дуру, продолжает это делать и во время беременности. И что? И в итоге делает еще одного ГМО. Генетически модифицированного просто. Тоже вырастает уже немножко эмоционально неполноценный человек. Что делать, если девушка уже своей холодностью заблокировала психический сектор мужчины? Можно ли реабилитировать отношения? Можно, но только надо знать, как это делать. Если женщина заблокировала, не поняла, что заблокировала, и мужчина такой, что-то напрягся очень сильно. Меньше всего она смеет и поможет, если она будет еще больше заниматься мужчиной. Потому что она тогда угробит себя и станет еще холоднее в итоге. Женщина должна срочно восстановить свой потенциал счастливости, свой потенциал тепла. Она должна прекратить решение, что вывели заботиться мужчине. Думаю, я его заблокировал, но я сейчас не знаю, как себя заблокировал, ты хочешь секс или нет? Так? Нет, это не работает. Это еще хуже, тупик сюда идет. Нужно себя остановить. Нужно себя остановить. Затем нужно стать счастливой в отношениях, в собственных отношениях. Отношения какие? Мы сейчас будем говорить о том, что делать женщину счастливой. И когда она стала счастливой, мужчина, либо он оттает сам собой, потому что тепло ее, и ее, как всегда, оно поможет ему. Да ладно, ничего, все нормально. Забыто. Пройдет. Либо она просто сама поймет, что она не хочет быть больше с этим мужчиной. Счастливая женщина, всегда у нее есть выбор. Либо продолжать служить мужчине, либо расстаться с ним. И несчастная женщина, у нее никакого нет выбора. Она обречена только тупо продолжать служить мужчине, просто стараться обладать его, понимаете? Я несчастна, такую несчастную, уже натурками выдохнувшей, которая замораживает мужчину в сердечных центрах, кому такая еще нужна? Вот эта человека, кому может быть, согласитесь с одной быть? И все, она попала. Поэтому рецепт такой, не бойтесь расставаний, не бойтесь разводов. Это такая формула есть, она здесь очень помогает. Расставайтесь, расставайтесь на какое-то время, говорите счастливее, вступайте в отношения, будучи счастливым. Мужчина тает моментально, видя просто вашу улыбку. Все, чего вы там, наверное, заморозили, если оно... Если вы улыбнетесь просто, вы поймете, сердце открывается, в улице человеку сердце открывается. Жень, улыбка счастливая женщина способна открыть все психические центры, а ее голос и слова ласковые. Не плюсти меня, пожалуйста. Не унижайся, просто плюсти меня. Все-таки я не виноватся. Информация такая, вообще-то я не виноватся. Все-таки я не виноватся. Смешивайся, пожалуйста. Все-таки я виноватся. Но мне не все равно, как ты себя чувствуешь. Как объяснить мужчине, что я не создан только для мытья, посуде и секса. И дать понять, что я нуждаюсь в ласке и заставить выполнить его свои желания. Не заставить кавычку. Самое важное, чего не надо делать ни в коем случае. Женщина, запомните, пожалуйста. Семенская болезнь, болезнь глобальных масштабов, она разрушает отношения. Заразная болезнь, женщина заражается только друг другу. Это болезнь называется «Если хочешь что-то получить от мужчины, начни ему это дарвать». И женщина, которая типичная нужна ласковая, она сама становится очень ласковой. И пытается мужчине своим примером показать. Вот смотри, что мне надо дать. Спать хочу, я все сделал, что хотел. Ну, ты ласков можешь поспать рядом. Это, к сожалению, это характерно для женщин, потому что в общении между женщинами так принято. Если я для тебя что-то делаю, я тем самым показываю, что ты тоже для меня можешь делать. И любой женщине понятно. Если вас пригласили на день рождения, посадили на мягкие диванки, учили музыку, принесли напиток, учили какое-то красивое видео, еще как-то вам сгудрят, сколько минут выпадут? И говорят, посидите, пожалуйста, сейчас гости соберутся, а я пока по кухне. Нет, вам надо еще привыкнуть. Сколько минут вас хватит просидеть на диване? Сколько? Кто рекордсмен? Нет, максимум. 3-5, максимум. Где вы окажите из этих 2 минуты? Со словами какими? Давайте я помогу. Чем-нибудь помочь? Да. Все, для меня сделали, я хочу сделать. И вы уверены, что мы так же устроим, но мы так не устроим. Он может быть сужен для нас угробить, но мы будем уверены, что он просто хотел с ее угробить. Все равно, это даже непонятно. Если мужчина не посадить в зале, не объяснить, что женщина так устроена, что сделать женщину очень счастливой, легко. Просто смотри, что она сделает для тебя и копирует. Вот смотри, что она, говорит, а делай то же самое, все, она сразу станет счастливой. Потому что она показывает своими действиями, но потом женщине показывает, как бы они хотели, чтобы к ним относились. Женщина, не дающаясь, что ласка бывает очень ласковых мужем. А он такой, надоело ему ласковые. А ему ласковые. А ему ласковые. Бывает женщина, сядет такая, сядет, мужа за руку как в одну, вот так вот, тюрька, да? И такая, в гостях, да? И такая, в гостях, да? Она думает, как же так можно, как это вообще может быть таким чувством, что эти плашки? Что ты голодному не товарищ, понимаете? В данном случае надо позаботиться прямо о себе. Попросить, заставить выполнять. Есть один сложный очень момент в том, чтобы мужчина кто-либо заставит делать. Это надо дать ему понять, что никто его на свете заставить ничего не может. Как только вы дадите понять, что никто на свете его ничего заставить не может, что с самого начала отношений мужчина действует сам, где он признает и что он добровольно действует, ну, от чистого сердца, и дадите ему понять, что он и впредь может сделать все добровольно, тогда, когда посчитает нужным. Потому что вряд ли может здоровый человек не посчитать нужным сделать женщину еще счастливее. Так? Могут дать им? Нет. Будьте дать, всю жизнь не так умножить, да? Значит, вы не так посвасили, конечно. Несчастливое. Когда женщина просит несчастливого, в ее просьбе на учителей мольба, настроение «спаси меня» такое, кляньте меня, кляньте меня. Я понимаю, что ты очень сильно устал, но я тоже устала, я тоже весь день проработала. Зачем тебе все лишние слова? Вы проезжали, скажите, я хочу повнимить меня. Долго это турнир сходят? Я знаю, что ты устал, вот такой, звучат я тут в компьютере. Ну, хорошо, захочешь, так обнимаю. Я учусь, так я думаю. Все. Он свободен, но женщина должна показать три вещи. Мы вчера разбирали, да? Кодовый замок мужчины. Какое, из чего состоит? Первое. Да, выстрелить кнопочку, уже вчера выучил. Принят, свободен, да, чтобы открылась психика, и у вас не было бы добиться того, что вы хотите, получить это счастливо. В чем счастливо? Мужчина это счастливо сделает для вас. Не то, что вам надо заставить его, он счастливо захочет сделать, если три кнопки нажаты. Да? Два, три, девять. Остальные не работают. Вот эти не пробуйте. Вот эти все кнопки не пробуйте, понимаете? Обязан. Детей наделал, теперь расти. Ой, как сразу у него отцовское чувство такое пробуждается. Да, наделал. Ты никогда наделал, но ему не пошел. А ты не отказался. Простил активировать, знаете, когда они такие чувствуются. Взял жены, теперь доктор, чтобы смог говорить, что обязанности мужчины, может, на эту кнопку черпнуться, на эту кнопку нажимая номер один. Как был закрыт замок в подъезде, так и будет закрыт. Он и сам знает, что обязанность, но нажимать на нее бесполезно, понимаете? В принципе, и женщине бесполезно нажимать на обязанность. Долг, ты должен, ты понимаешь, ты должен. Да ничего я вам не должен. Я тебя брал с жены по доброй воле. Никто меня не бил, рикетеры в лес не возили меня по три раза в неделю. Я тебя брал в добровольную, с каких пор я стал должен? По сути должен. Обязанности лежат на мужчине. Но вы ничего не добьетесь, нажимая на эту кнопку. Еще раз, не дойди, пожалуйста. Я понимаю, что ты сильный в настроении. Кнопка ноль, ноль. Это полный ноль. Я понимаю, что ты сильно устаешь. У меня тоже сильно устало. Не дойди ко мне, пап, ты. Будь благоустроение в голове, конечно, я еще так не говорю, но некоторые так себя ведут. Или умоляю тебя. Я уже не могу, у меня все из рук валится, я устал на работе, у меня то и все. Мужчина не хочет делать. Он разумом понимает, что женщине надо помочь. А внутри себя чувствует в другую. Огромное сопротивление. Огромное сопротивление. Огромные силы надо, чтобы что-то сделать. И никакого сопротивления нету, если мужчина что? Блин. Вот эти силы, а ты и кнопка. Сизика женщины более лобильна. То есть она гибкая очень. Ежедневно это как маршрустка. Может где-то, говорит, вот здесь, пожалуйста, был гастрономат. Останавливается. Теперь представьте. И там, и вот сюда направо, налево, и говорите, пожалуйста, может гибкая, да? Она мобильная очень сильно. У мужчины состав. Представьте, состав ведет, запорож встали, ведет продукцию. Ведет Киев. Вы в ходе, он разогнался. 100 километров ночью. Не надо по графике пройти, чтобы столкновение было. Он разогнался. Ведет Киев. Вы заходите в кабину машиниста и говорите, вот здесь, пожалуйста, прямо вот у нас. Знаете, что он ходит сформозной путь до 5 километров, может быть, на полном ходу? В полном сформозной путь 5 километров, может быть. Если 60 вагонов, они накрыли с прокатом. Как вы ожидаете, что мужчина быстро отреагирует на вашу просьбу, если вы ездите? Я не даю тебе спасибо, что она реагирует как женщина. А, да, сейчас пойдем на вашу просьбу. Ну, да, 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 да. Мужчины не приближают активно. Надо нажать тормоз, выпустить двигатели. Говорит, вот и нажать налево. А мы уже пролетели стрелку. Он затормозил 5 километров, уехал до стрелки, включил реверс, отъехал, доехал до стрелки, опять затормозил, включил вперед, и поехал на стрелку. Вот это мужчина, который пошел за молоком после 25-го просьбу. Ну, вы уже обижены. И когда мужчина вот этот, вот здесь, расставшийся погон, отдал назад, переключил, выключил интернет, закончил сети, написал привет-привет, пока всем с этим, если они там в чате, да, написал, всем написал, что я кочки закрыл. Встал, понимаете, дошел до коридора, сделал так, что жена такая, если так трудно, я отломаться. Все деньги, когда я принесла молоко, чтобы он чистый издевался, былки издевался, натуральный издевался. Я столько сил приложил, я там все выключил, с ними помещался, все отложил, все там где-то в последнее написал, что надо какие-то распоряжения. Это не нужно никому, оказывается, было, это издевательство. Женщина должна знать эту особенность природности, что мужчине надо дать время, женщине тоже надо дать время, чтобы адаптироваться к желаниям близкого человека. И самое важное, первое показать, типу два, я в принципе счастлива, ты мне так много даешь, я очень счастлива с тобой. Второе, я, конечно, хотела бы быть счастливой, но поскольку мне не приспичило, я буду эту девятку нажимать время от времени. Но уже открываться или нет, третье, это твое дело. Я просто буду заходить и говорить, сходи, пожалуйста, домой. Прошло 15 минут. Дорогой, сходи, пожалуйста, я могу. Дорогой, ты же уже сходил за молоком? Сходи, пожалуйста, за молоком. Ты же уже собираешься сходить? Молоко не надо мне. Сходи, пожалуйста, за молоком. Молоко очень полезно. Ты взрослый. Выборите все, что угодно, только одна просьба. Одна просьба. Не менять интонацию. Прямо это обычно звучит так. Сходи, пожалуйста, за молоком. Ты сходишь за молоком? В магазине нужно закрываться, 7-15 минут, а у меня все же нет молока. Сходи, пожалуйста, за молоком. Я тебе говорю, я не тренировно обратилась. Чем больше она так просит, тем меньше он хочет тень. Еще один кайт мужчины, который чувствует большой такой, как говорят, тестостерон, подъем. Это довести все до крайнего срока и тогда делать. Мужчины, один из символов, это дедлайн называется, да? Крайний срок. Я думаю, он пол-одиннадцатого неинтересно идти за молоком, ДТБ. Вот без пяти одиннадцатого. Есть, это пол. Какой самый эффективный способ поднять самооценку женщине? Она одинокая и сматывает себя работой до потери сознания. Что может ей помочь поднять самооценку? Продолжать сматывать себя работой до потери сознания. Вы уже ответы здесь не представляете? Для начала хотя бы это перестаньте делать. Тогда уже будет время побольше посетить остальным вещам. Если я опять перечислю остальное, она говорит, а я не могу делать. Я говорю, почему? У меня работа. Мне надо изматывать себя до потери сознания. Это был мужчины вопрос, извините, пожалуйста. Это был мужчина вопрос. Да, это был мужчина вопрос. Как, в принципе, подняться на оценку женщины? А, со стороны мужчины? Хорошо, спасибо, да. Она работает до потери сознания. Первое, что ей надо сделать, постучать по публичу нежно и сказать, дорогая, присядь, я заварил чай. Или у тебя ждет ванна. Да? С этими шариками романтическими. Мужчина должен сам быть так. И самый лучший способ женщину остановиться, это предлагать ей помочь. Самый лучший способ. Потому что отдавать и принимать. Это решим женщине. Если она начинает получать помощь, да? Она уже отдыхать начинает. Даже если в жизни ее кардинально ничего не помнил. Даже если вот она 8 часов проработала на работе, а помощь, мы не можем пойти за нее работать, правда? Ну, и она водится пока не может. Если вы просто вечером полчаса ей выделите времени на то, чтобы помогать, вы просто присыпаете, я отправлюсь к приезжаю. Говори смело, что делать. Женщина, сейчас в такой встрече. Сразу, женщина отдохнет так, как будто бы мужчина 5 часов в комплекте посидел. Дело в том, что она одинока. Это не моя жена и не моя знакомая. Просто наблюдаю. Бои женщины могли посидеть поплечить, как мадам. Она одинока и нет возможности даже ни с кем не встречать, а вообще ничего. Там будет залстнутый круг постоянно. Поэтому силой в данном случае являются подруги и окружающие люди, которые вообще если любят женщинам, они должны посидеть поплечить, как мадам, вы увлеклись. Просто и сунки, и диска, и Олег Геннадьевич, и бой какой-нибудь, и посидите на своей работе, на которой вы заматывались. Включите, если в данном случае. Заматываться, то тут лекции. А второе, просто приписать, может быть, чем-нибудь может помочь. Счастливые женщины должны собираться в бригаду и, помните, как это было, добровольная народная дружина, да? Одевали на рукава такие повязки и ходили по районам и улицам, да, смотрели, чтобы не было хулиганов и пьяных, да? Сейчас и сами были пьяными, но сейчас и все. И поэтому счастливые женщины, счастливые семейные люди должны формировать добровольную народную дружину, ходить и вылавливать таких женщин. Просто оплавать на них, да? И останавливать их, и вытаскивать из этого круга. Просто стараться их звать в гости, на чай, стараться им чего-то, немножко помогать, там, как-то с ними делиться, что-то им дарить. Значит, так ответственность, видите, что ответственность всех семейных людей, ответственность за всех одиноких женщин лежит на счастливых семейных парах. Вы скажете, у нас парка не так много, в качестве счастливых, а вот одиноких. Но никто не хочет спасать весь мир, достаточно, возьмите одну женщину, в своей основе, если пара супруги, то мы же дина, берут одну женщину под опеку. И вот так её потихонечку приводят чувства. Или нет меня. Как всё-таки лучше отдыхать с девушкой? Серьезный вопрос. Я просто, я пока отвечу сразу на эти вопросы, потому что они все с одной темой связаны, восстановление женщины и женской физики. Вы проговорили, что если стрессово устатком состоянии, женщине хочется просто лечь и лежать, чтобы никто не трогал, это очень плохо. Вопрос, как это исправить, что делать в таком состоянии, благословить эту женщину, чтобы она могла отдохнуть после работы дня, она эти записки разносит в пистолет. Что это очень плохо, это правда очень плохо, это правда очень плохо. Женщина, нормальное состояние, это её опойти и с кем-то делиться, и с кем-то попросить у кого-то в поддержке, помощи. Если она просто есть счастье, состоит в том, чтобы побыть одной, это говорится, что она же в очень страшном состоянии. Побыть одному для мужчины, это нормальный режим восстановления психики. Но для женщины это означает, что так долго терпела, что уже ей пописать не могу, извиняюсь. Понимаете, есть такой режим, где психика уже, просто она уже, её заклинивает, она вам вряд ли больше. У ребёнка так бывает, он долго терпит, мама говорит, ну всё, и сегодня такую маму увидели. Где я тебе возьму посреди Харькова тут туалет? Среди бела дня, осенью, осенью никаких писать. Сейчас молтаться, писать этот сезон в средний год будет. И они нам сладкий круглый год это можно делать. То есть, ребёнок, он может так перетерпеть, что когда он скажет, ну давай, он говорит, я не могу. Давай так вот, не может. Это страшный синдром, очень страшный. Ребёнок на грани очень больших проблем, если у него энергия уже не может двигаться в нижнем плане, а в обратном. Можно, например, начаться по процессу, я столкнулся со своей переводческой практикой, и у одной девочки из-за того, что мы с ней вот так вот что-то довели, да щитокрине вот эту историю с горшком там, садиться, не садиться как, садиться надо к врачу туда-сюда, вроде она же должна ходить, не ходить, довели до того, что у неё стресс начался, у неё моча пошла из мочевого пузыря в почки. Ей в панике обрезали просто, обрезали мочиточники и посадили на искусственную почку. В честь лет она умерла. Всё, это убийство родителями, то есть вот это и есть удается, понимаете? Истеричная мамаша стала таскать по врачам за то, что девочки что-то там не так на горшочек, не вовремя, ну или она там не успевала, или по её пониманию была уже достаточно большой, что всегда идти на горшочек, а она не шла на горшочек. Угрозила дочку, всё, просто извела своими стейками. Несчастливая женщина – это беда в семье, она убьёт всех. Убьёт мужа, его карьеру, убьёт его счастье, убьёт детей. Несчастная женщина – это очень опасно, поэтому в бедах предупреждают. Несчастливая женщина – это разрушит всё, любое общество, любую страну, в которой она находится. Я вам одно государство могу привести к примеру. 75 лет в нём туалеты женские не строились вообще, на Украине до сих пор они не строятся. В Нидропетровске один, по-моему, на весь город, если не считается. То есть, как бы, а зачем женщина в это? Пускай те кто, что им по туалетам делать? На работе надо сидеть или дома хозяйствами заниматься, да? То есть, элементарно лечить, приезжаете в город, смотрите, сколько туалетов. Ну, то есть, вообще, женщины, куда делитесь? По полиции пить будете. Это уже говорит о том, что отношения совершенно просто вот такое, в другом последнем. Крайне пренебрежительное, именно. Поэтому в таком состоянии надо думать очень серьёзно, как себя спасать. Сейчас я вам расскажу методы, как это лечится. Как изменится женщина, которая привыкла реагировать на жизненные ситуации по мучке. Так как вы описали. Торможение паровоза. Ей просто надо постараться делать женскую деятельность. То есть, смотрите. Определённая природа, она располагает к тому, чтобы действовать определённым образом. В ведах это называется форма, рупа, на самом смысле форма и раса, вкус отношений. То есть, есть определённый вкус отношений. И женщина действует, как женщина, даже не есть определённый. Она понимает свою природу, понимает свой вкус отношений. И она действует определённым образом. Но когда она начинает действовать неправильным образом, то сама неправильная деятельность начинает уродовать её. Её природу. Вплоть до гормональных изменений, изменений в работе функций организма, сильных расстройств по гинекологии. Это первый признак, что женщина действует по мучке. Например, ответственность. Ответственность женщины – прямой путь к гинекологу. Когда женщина научилась передавать ответственность, и всё берёт на себя, у неё средний солнечный центр психический прекращает движение, точнее энергия в нём в правильном направлении. И из-за этого, поскольку она отвечает за распределение энергии органа, расположенным органом мало-таза, так называемым, женщина начинает болеть. Очень сильно болеет. Энергия не поступает. Почему? Потому что она крутить её начал в другую сторону, в сторону ответственности, в сторону мужского поведения. Поэтому существует знание о том, оно в юридическом культуре известно было уже тысячи лет назад, но современные учёные открылись, что мужчина сильным делает гормон, который называется цистерон – это мужской гормон. Видите, он такой, компактный такой, какой-то злой картан, как боевая машина пехоты, что там собрано, слотненько. И если этого гормона хватает, то это мужчина по-настоящему мужчина. И какие качества в этом мужчине больше всего разные, когда есть цистерон? Первую очередь – самообладание, силы терпеть, силы терпеть. И когда он… Чем больше мужчина умеет сам терпеть, тем больше он снисходителен к другим. Потому что, смотрите, может у мужчины быть совсем… не быть совсем сил терпеть. В кино это говорит, надо иметь определённые органы. В комедиях американских говорят, надо иметь крепкие там что-то, да? Это тестостерон – это тот орган, который… тестос – это значит яички. Тесто. Так. Эти органы должны быть крепкие. Если они крепкие, тебя в комедиях американских гуснеевают, так? И что это даёт мужчине? Силу аскетизма. Если у него её нет, он тряпка. Он эмоциям подаётся, он женские эмоции не может. О, это начинает опять, зачем ты мне это говоришь? Истеричен становится. Если он имеет какой-то средний уровень этого тестостерона, то он терпеть может только то, что касается его. А остальных он терпеть не может. И что он делает? Он строит остальных. Он свои эмоции потерпеть может, а женские не может. Он не тряпка, он может как-то нормальным сделать. Но женщина, когда начинает эмоции проявлять, он говорит, ты мне тут давай эстерики не как-то. Тебе дочери говори, ты давай прекрати тот пакет. Да? Все семьи вот так вот делают, то же делают их тестостеронами. А потом удивляются, куда грудь уже не пропала, почему уши выросли. Нельзя так экспериментировать. Это опасно с гормонами экспериментировать. Поэтому, когда у мужчины уровень высокий этого гормона, то он может терпеть не только то, что с ним происходит, а еще и то, что с другими. Потому что, когда он может терпеть то, что с другими, он может оставаться снисходительным к ним. Понимаете? Нет? Характеристика была хорошая. Раньше считала такие строчки в характеристики, которые вы подавали на производство или в губ. Требователем к себе, продолжайте, и с другим. Да ничего хорошего в этом нет. Это не мужской характер. Мужской характер требователем к себе, снисходителем к другим. Вот эта характеристика. Требователем к себе, снисходителем к другим. Бывают такие мужчины, снисходителем к себе, снисходителем к другим. Да? И лично мучиться. Поэтому вот эти виды деятельности, они связаны с уровнем тестостерона, с физической и эмоциональной силой, способность соперника, чувствуешь, что очень мужчина важен в этом мире, творческий потенциал, что-то придумать, новое решение. План А не сработал, план Б. Повел девушку в кафе, кафе оказалось закрыто. Хорошо, идем в кафе, идем в ресторан. Ресторан тоже закрыт. Хорошо, включаем план С. Идем в кино. То есть у него есть творческий потенциал, он продуцирует новые ситуации, он находит новые решения. Решимость, сила интеллекта. В конечном счете, три мужских качества. Уверенность, ответственность и третье, целеустремленность. Четко связанность с этим. Женщины потрясающе, почти в общем, в последней республике сразу выдают. Вы назовите женщин три качества, которые вы самим главным считаете. Они сразу почти выдают. Мужчины говорят, мужчины, назовите три качества женщины, которые самые важные. Они такие, ну красота, доброта и скромность. Я говорю, хотите переведу вам на русский язык значение технических слов. Вчера мужчина возмущался один, ехал в метро, тут возмущался до самого дома, наверное, что я сказал, что у девушки должно быть три ухаживающих молодых человеков. Он такой, ты несправедливая, это так нельзя с молодым человеком поступать. А как надо поступать? Надо, как познакомились, должны быть добрые. Красивые и скромные. Я говорю, в общем, сейчас вам объясню, честно между нами, мужчинами. Что это значит? Красивое значит, можно наслаждаться ей, сколько хочешь. Наслаждаться, может быть, длинненький, там, салет, 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 салет. Добрая, это значит, не откажет. Даст наслаждаться, она добрая. А скромная человек не станет наслаждаться другим. Глаза опустит, любит мужчине замечательно. Красивая может наслаждаться, добрая она позволит наслаждаться, и скромная никогда не будет наслаждаться ни с кем другим. Классная концепция? Совсем не те же распекаются. Но женщины верят в это и стараются быть добрыми, скромными и красивыми по заказу мужчин. И деградируют. Деградируют в результате брата. На самом деле, женщина делает счастливой вот это вот существо. Смотрите, как интересно. Там такое вот... Сразу видно, что у меня спросилось. Что женскую природу имеет, что мужчина. Там такой броник, там спортсерцы собраны, там молекулы, молекулы. А тут вот так вот. Ну еще золото. Совсем другая природа. И этот гормон отвечает за все, что делает мужчина водосиленным. Это и есть. Вот здесь перечисленный уголь. Составные камушки угля, которые лежат в этом вагончике. Энергичность. Причем энергичность еще такая. Жизнерадостность. Энергичность детская. Такая витальная. Искры. И мать светлая очень. Светлый угол. Жизнерадостность. Гибкость. Способность достигать всего без войны. И привлекательность для определенного мужчины. Полная мистика. Чем больше мужчина заботится о женщине, тем красивее она становится по типу одного мужчины. Угадайте какого? Того, который заботится. Чистая мистика, на самом деле. А работает без остальных. Чем больше мужчина заботится, тем больше влюбляется женщина. Очень красивая нападка. Так вот, принимать и тенить мужчину за то, что он делает, и прощать за то, чего он не делает, самый лучший для женщины способ выражения своей любви. А не угробиться для него. Смотрите, тут про вас вообще ничего нет. Она просто принимает и тянет то, что он делает, и прощает за то, что он не делает. Или делает не так. Все! Тут делать ничего не надо. Надо просто... Женская природа пассивная, пассивно-реактивная. То есть, даже не пассивная, а реактивная. Мужчина должен быть активен. Женщина реактивна. Она реагирует на то, как делать. Ему должна следить за тем, чтобы у меня было как отреагировать, а не что-то сделать для мужчины. Понимаете? Если вы что-то начинаете делать для мужчины, вы угробливаете потенциал красиво реагировать на то, что он делает для вас. И с этого дня он больше для вас нифига делать не будет. И дальше нам придется делать самой. Вот чем риск. Что восстанавливает? Что женщина делает способной так себя чувствовать? Благословно, спокойно, счастливо. Все вопросы, известно, не об этом. Как женщине вернуть? Участие. Если кто-то вообще немножко послушал женщину, это очень важно. Если она нашла кого-то, то готов ее послушать. Если она становится счастливой. Вы, может быть, и нашли бы кого-то, но вам надо работать, вам надо учиться, вам некогда, понимаете, там, и участие искать. Сидят рядом с вами такие же несчастные, которые так же тяжело, так же устали, так же учатся, так же все, так и все. Участие. Ну, можно с подругой так перекинуться? Да, тяжело. А мне, знаешь, так тяжело? Да тебе-то ладно, мне тяжело. Это не участие. Участие-то, когда вы сказали, а вам в ответ говорят, я тебя понимаю, или я люблю тебя, или я буду молиться за тебя, или так вообще. Взял эту цель, и свое обмен не дает, это участие. Общение. Побольшее общение. Сразу женщин делают счастливыми. Общение, значит, способны открыть свои какие-то проблемы, обсуждения. Любая форма общения. Безопасность. Что создает женщинам самую большую безопасность? Даю три варианта, чтобы вам не напрягаться в конце рабочего дня. Первое – железные двери. Второе – газовые баллончики. Третье – способность поделиться с другой женщиной, как в этом мире опасно жить. Третье. Если другая женщина разделяет с того, что это опасно, как нелегко быть женщиной, как нелегко быть матерью, как страшно для детей, да, как тяжело сейчас мужьям, да, как тут можно остаться без работы, как не знаешь, что в 2012 году, да, не знаешь, что, но страшно все равно, да, то ли соль покупать, то ли спички, то ли соль и гречку. Нет. Уже легче становится, уже не страшно. Следующая – чистота. Стоит женщину приобрать дома, она у нее сразу снижается уровень цистотина. А если она придет и нагрузит свою дочку, то есть поднимается уровень у здоровья, у счастья, у своей энергии. Если она придет и просто наорет на дочку за то, что она не убрала в своей комнате, ничего не повысится ни у дочки, ни у матери, ничего. Наоравшая женщина не повышает ничего. Она просто наорала и все, понимаете, в чем проблема. Вы ничего не решаете, это временный соблазн. Выплеснуть на невиноватого человека, выплеснуть свои эмоции. Да. Но если, женщина, если так уж что хочется, если так раздражает, то возьмите, уберите ее дочку в комнате, сама извинитесь перед ней, что все положили не так, как у нее было. Слушайте, она нам найди, потом не сможешь ничего. Она будет страдать от вашей горки, так иначе. Следующее, красота. Красота. Женщина должна... Красота существует не для мужчин, пока мы ей наслаждаемся. Мы видим красивых женщин, она спокойнее работает, спокойнее живется в городе. Да. Пока в Карькове ходят девушки, там студентки, молодые женщины, старшие, как-то видно за собой, что в городе приятно. Если бы маршировали бы одни солдаты, вам бы не очень понравилось. Солдаты были бы, или не знаю, просто люди в купальках. Женщины и мужчины, как в сельское время, там 50-е, послевоенные годы, да. Не очень счастливы, не сильно хотели бы оставаться в таком городе. Поэтому женщина делает красоту для себя, запомните. Когда вы говорите, ну что я буду маникюр делать, все равно я сейчас вот посуду помою, она облезет. Допустим, хоть сто раз облезет. Вы же это не для посуды делаете, не для кого-то, кто увидит облезть, не облезть. В тот момент, когда вы красите ногти, вы поднимаете уровень женской красоты, вот этот потенциал женской счастливости. Доверие лично должна иметь такое отношение, в котором она открыто может поговорить о своих проблемах, о интимных отношениях, о своих женских эмоциональных каких-то переживаниях, о своем прошлом, о своих сомнениях, о своих... Кто-то, кто доверял ей тоже, если кто-то доверяется ей, приходит как к матери, открывает все это слое. Женщин сразу спокойнее себя чувствует тоже. Сотрудничество. Самую бесполезную ерунду. Если женщины вместе просто делают, они уже становятся счастливыми. Просто пошли по магазинам походить, это сотрудничество. Наска и училище сотрудничество, это на Титана Магниевом, да, в Запорожье. Тут у вас хватает тоже, где по сотрудничеству, да. Это не то сотрудничество. Сотрудничество за деньги – это не женское сотрудничество. Оно ничего не повышает, кроме прибыли руководства или предприятий. Забота. Женщина может сама получать заботу очень сильно от своей природы улучшить. Силу почувствовать женскую. Или заботиться о других. Но они не увлекаются этим. Дальше. Поделиться с кем-то ответственностью. Женщине можно идти и сказать, скажите, пожалуйста, как мне лучше поступить? Лучше, если это мужа обращена. Если нет мужа, мужчине, который был бы во глава с ним, там, отец. Отец ее и отец. Сейчас редко отца мне сильно доверяет. Отец, супруга, может быть. Но она должна пойти с кем-то посоветоваться. Должна получить какую-то, ну, какую-то ответственность чью-то. Может, конечно, женщине спросить совет. Если за этой женщиной стоит мужчина, который принимает за нее ответственность. А не просто это такая доминирующая женщина, которая просто все вот так вот. То есть, если женщина за нее подответственность принимает, с ней может и советоваться. То есть, если за нее не принимают, лучше идите к мужчине. К мужчиннику можно сходить за духовным советом. К батюшке. Да, что там отцу. Взаимодействие. Ну, сотрудничество взаимодействие не похоже. То есть, мы что-то делаем. Сотрудничество – это когда вместе что-то делаем. Взаимодействие – это когда от моего результата зависит дальше то, что… Так как у вас дальше сложно это делать. То есть, вы взаимодействуете, да? Похвала и комплименты. Нет такого количества комплиментов и похвалных, которые были бы лишними для женщины. Нет такого количества ласки. Вот, для мужчины ласка тоже вроде бы она нужна в любых количествах, но… Если женщина ей слишком много дает, она может хотя бы разучаться. А вот получая ласку, нет ни одной женщины, которая бы сказала, мне зашли дать ласку. Ну, уже не могу больше. Перестань меня глазами, если вырвить. Понимаете, мужчина это делает механически, руками рабочего пролетария, да? То есть, по спиде так… Как на мелочке иногда. Он ни слова «крем» не знает. Неизвестно. В Харькове крем не модно. Мечтой крем – это для голубых только. Понимаете? Да? Руки кремом мажут голубые-то этот, надо же, да? Или нет? В Харькове не голубые тоже мажут. Ну, частично, да. Как это все-то – кремом намазать, это вообще не понятно, кто такой. Кремом вручки. Если ты узнаешь, напоминаешь, что кожа женщины десять раз, современный ученый открыли, десять раз чуть видны, чем мужская, то поймешь, что и твои рабочепаментарские руки, которые ты вводишь по спине, да? Насколько это приятно? Любовь, выражение любви, принятие любви, разговоры о любви, чтение о любви. Все женщины-девочки-девочки. Поэтому книжки-маленькие, романы такие, скажем, но девочки-маленькие. Несильные и сильно покупают. Несильные. Женщины покупают, читают транспорт, смотрят карту, что останавливаются. Чтение счастливости. Умелость. Любое умение, тем более оно бесполезное, в смысле, это никому не принесет денег и не принесет там выгоды, да? Тем больше шансов у женщин. Имеют 64 умения таких есть, которые ведут, советуют женщинам изучать. Одна из них, одна из них, которая делает женщин-числим, это игра в косачью колыбельку с книгами. А как у вас называется? Кто умеет принять руку? А как остальные женщины собираются жить? Да. Но это надо все жить делать. Детский-то детский. Но это не 64 искусства ребенка, это 64 искусства женщин. Надо отъезжать. Зонгирование относится к одному. Кто умеет зонгировать? А, боитесь, что это надо? Сейчас по ним скажу, что вы как? Зонгирование. Вам кажется глупость? А на самом деле тот, кто скажет, что это глупость, самый глупый человек. Потому что даже ученые, они говорят, что есть мысль в руку, связан с полушариной. Женщина, которая одновременно умеет делать, она все умеет без войны. Она умеет на вопрос посмотреть в женской точке зрения, в правом случае. Но может посмотреть абстрадироваться, поскольку она активна. Она гимнастику делает. Когда вот так вот делает, полушария развивается равномерно. И у нее не только женская, вот сентиментально-интуитивная, да, и чувственная-интуитивная, но еще и абстрактная, мыслящая, мужское, логическое. И она может повернуться и посмотреть, как бы, на вопрос с точки зрения мужчины. У нее абсолютная природа. Она идеальный друг, идеальная студница жизни. Она может гибко видеть проблему. То есть, если обвиняют женщин в том, что там блондинки, там блондинки, как блондинка, блондинка, там, да, это издевательство, конечно. Но, в принципе, имейте в виду право-полушарное мышление. То есть, только право-полушарие активно. Левое очень слабо развитое. Это не означает, что что-то не так. Женщина может быть счастлива, смешивая, что иначе такой сухой логик. Они друг друга запомнят, как два инвалидов. У одного правая рука есть, у другого левая. Ходят вместе. Берут одна правая, а он белый. Оксанские глиницы, скажем. И добродетельность. К умелостям еще относятся изготовление гилиант и цветочных глинков. Мы с ним вместе. Ни еловых. Это вам не понадобится. Сделать другие. Дальше. Способность сочинять загадки. Кто умеет сочинять загадки? Пожалуйста, ваша известная автор. Трудно сказать. Моя дочка в три года сочиняла загадки. Дорога нам пришла и говорит, попробуй дать загадку. Маленький, беленький зайчик такой по девочке сидит. Это кто? Я говорю, ежечку нет. Он говорит, нет, неправильно. Я говорю, не так, нет. Я говорю, нет. Я говорю, не так. Я говорю, не так. А, дача! Правильно. Я поняла. Я поняла принцип, что надо наговорить. Вложить такие ингредиенты и спросить кто его. Он задумался, что выдала мне ответ. Женщина загадывает, загадывает. Женщина умеет закончить любое внестище, например. Она может внестище и законить две строчки, она дописывает две остальные поэтические. Или может сочинить собственные стихи. И, конечно, она искусствует еще одно умение декламировать. Если бы вы представили себе такую женщину, вы бы ее уже обожали. Если бы вы представили, что это некачественно обладает ваша мама, вы бы с ума сошли просто от радости, понимаете, что у меня мама бы умела бы загадывать, загадку сама находить. Она бы умела жонглировать. Она бы умела представить свою маму, работницу главного бухгалтера металлургического комбината, который играет в колыбельку с вами, и дать свои стихи. Способность красиво очень убирать постель. Красиво. Постель делать очень красивый. Один из четырех талантов. Не просто купить себе покрывало поливинил сваридное. Раз там и все. И мелом. Что-то снялось. Аккуратно. Так, чтобы это какой-то уют создавало. Искусство изготавливает напитки. Без помощи самогонного аппарата. Сразу оговорить, что должен на этой территории. Некоторых могут быть нейтральным пониманием изготавливать напитки. Напитки всякие ароматные, с тонкими вкусами, с разными оттенками и так далее. Затем искусство репки. Искусство плотничения. Интересно, конечно. Зачем же ученики плотничения. Такое основное. Дома, быть друг. Представляете, вот это еще женская территория. Не больше. Сантехника уже не женская. Знание в сантехниках, методах, так вот, конструированной сантехники, не входит туда. И так далее. На самом деле, физическое искусство. Пение. Танцы. Умение водить кукол. Это с мамой спасти можно. Убилет, который кукол водить не имеет. Во что с ней играть? Ну, давай нам поиграть. Давай. Не знаю даже, что играть. Она должна анимировать куклу. То есть, ну, как бы, движение, ложить, поменять голос. Смотри, мама. Женщина должна быть талантливой кукловодом. Иначе с ней спасти умрешь. Она коровку берет, маленький говорит. Здравствуй, Танечка. Ну, хоть кто-то умеет, понимаете? Потому что человек кинь не умеет. Целок деревянный. Смотрит, что не поймает, что и будет. Подарила медведю сыну. И потом просто медведь валяет. И, кстати, мама, которая так умеет, дети в шоке. Она говорит, приходит подруга, которая так умеет, к подруге, которая ничего подобного не умеет. Но зато у нее инженер-металлургодиплом. Это круто. Это круто. Это очень полезно для женской жизни. И счастлива. Так, 6 лет мусорник просто. Опять мусорник вылет, и все. На унитаз. И приходит подруга. У мальчика валяется медведь. Он по этому медведь уходит. Сидит на нем, спит на нем, может быть, иногда. Все, мишка валяется. И друг ее подруга, которая приводит эту женскую месть, она берет им мишку и говорит. Здравствуй, Сидио, за таким голосом. И двигает руган. Мальчик, что ты вообще? Он просто молодец, как он смотрит. Он просто не ожидал, понимаете? Потому что он не воспринимал это, как то, что может говорить, здравствуй, Сережа, понимаете? Потому что живет металлург рядом, понимаете? Инженер-металлургом живет его семьей. Что ждет инженера металлурга ждать? Что она в полыбельке будет играть, что ли? Или там кредитиспособный, балансиспособный бухгалтер, да? Ну же, неплохая профессия. Все профессии важны, все кредитированные. Просто надо думать, что жизнь человеческая не может быть. Времени не хватает в человеческой жизни, чтобы диплом металлурга до замужника получить, инженера. И при этом читать четыре искусства, которые женщины делают самой желанной матерью и женой. Очень любимой, необходимой, живой. И что вы откройте, будете читать этот диплом, как я делаю, что-то в основном где-то. Она и читает его так, как будто материалы, как текст изученника по сопоставлению материалов. Она и сказки так же читает. С огромным голосом, как будто отбивает расти, да. Мама должна в ролях это, с эмоциями, жива, понимаете? Но у него зачем села, все закрылась, пока она свою дурацкую металлургию изучала, да? И не может ничего, берет книжку самой противно, как она ее читает. Самой спать хочется, а дети нет, дети гудутся, что это происходит в сказке, что там с ними такое, что там, ГМО у всех что-либо? Все модифицированные персонажи что-то стали, вообще никого. Страшные какие-то, понимаете? Чисто таким загробным голосом, как все умерли, да? Не читать, не танцевать, не инсценировать, если еще один инсценировать какую-то маленькую ситуацию, показать, видишь, талант женщины, ну и шесть и шесть, и шесть, и шесть, и шесть, и шесть, и шесть. Вы говорите, вот, ничего себе, это клоунов каких-то надо воспитывать, ну, а не женщины, да? Но таких клоунов очень любят, если что. Иногда есть кормление, угощение, это часть женской приводки. Мама очень сильно страдает, если сын не угощается дома, Мама такой, мама, я мясо не ем. Он говорит, тряс, пришел к маме, мама, что-то там я готова, я это не ем, это не ем, это не ем, мама такой же чувствует меня сейчас при микроинфаркте. Он не любит меня. Поэтому вот эти действия, которые... Любая деятельность, которая вот это увеличивает, она самая лучшая, самая полезная, счастливая для женщины, помогает ей все, помогает ей, помогает ей не хотеть просто лечь и лежать на диване, чтобы никто не трогал. Лучше всего понять, как ей отдыхать, девушке, то есть как девушкам лучше все отдыхать, вот так, делать все то, что связано с этим, с умениями, с чистотой, с красотой, с доверием, с общением. По аналогии с кодовым замком мужчины, какой замок у женщины? Какой? Какие надо кнопочки нажимать? Три кнопочки надо нажимать постоянно, чтобы женская психика не блокировалась. Это безопасность, близость и благодарность. Благодарность. Самая лучшая благодарность для женщин. Какой женщине? Как учется говорить? Деньгами и словами. Помощей. Но если не трудно поверить в это мужчину, благодарите хотя бы словами. Хотя бы словами. Чему мужчины не благодарят словами? Потому что женщины не очень сильно принимают благодарность слова. В нем очень сильно радуются. Потому что между женщинами принято благодарить друг друга взаимодействием, помощью. Я для тебя что-то сделал? Хочешь облагодарить? Дело для меня, что-то. И женщина делает, 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 делает для мужчины. Говорит, я не вижу благодарности мужчине. Я каждый раз, когда встаю, у меня в стола, говорю спасибо. Он говорит, а ты не благодарна, я тебя благодарю, ты не слышишь этого. Женщина сама говорит, действительно, она же не облазит, а почему я не чувствую благодарности? Потому что для меня для женщины важно сделать все это, чтобы я почувствовала. И мужчина говорит, я вообще не слышу, я вообще не чувствую благодарности, потому что вообще никто спасибо не говорит. Женщина, с утра до вечера тут упакиваюсь, она по своей семье говорит, мне бы кто-нибудь сказал бы спасибо, имею в виду сделал бы для меня что-то. Не поняли, поругались. Потому что каждому кажется, что второе неблагодарное существо. Почему? Потому что надо понять, мужчинам благодарность это значит сделать что-то для женщины. Женщины благодарны, не надо ничего для нас делать, просто скажите, большое спасибо, спасибо. Увидите, пожалуйста, спасибо, я уже в Запорожье научился. Говорить спасибо надо так. Спасибо. Самое главное суставное, то что я достойна этого, и сейчас его, вот что должно звучать. Во-первых, я этого была достойна с самого начала, я для этого родилась, что для меня это сделали. Но если вы просто будете считать что-то достойно сказать, спасибо, товарищ, так и надо вам. Молодец. Влюбился на пятом году все место жизни. Спасибо. Ну, три-четыре. Спасибо. Спасибо. У меня после фининароза Порожье мужчины ходили. Я что-то так, пожалуйста. Мужчина такой, спасибо. Я говорю, не, не, вам это нельзя делать. Женщины. Ну, понимаете, мужчинам так понравилось, что они могут слышать слова благодарности, что они начали вот мне даже говорить между собой, что вам понравилось. То, что, вау, я так бы хотел слышать это, правда, от своей жены, такой вот интонаций. Здорово. Попробуйте сегодня вечером. Просто попросите, просто и коротко. Самый секрет, попросите коротко и просто. Не надо вот это, я устала, ты понимаешь, ты не устала, ты тоже, наверное, не устала, я понимаю, что ты не... Что бы она ни попросила, я не хочу это делать. Она такая, встань, пожалуйста, закрой дверь, как бы. Какой-то полный... Ну, а что же она так мучительно просила тебя? Не буду делать все равно. Встань сама, я не буду сейчас. Тут надо, я как в чате. Я говорю, ну, только я так и знала, недостойно даже из чего пошла за туалет. Поэтому безопасность, благодарность и бризис. Возьмите женщину, покрепься за руку, и она почувствует бризис. Позвоните ей с работы три раза, скажите, как ты себя чувствуешь, и включится бризис, благодарность, безопасность. Если задерживаетесь, позвоните. Почему задерживаетесь? Потому что реально сложилась ситуация пробка на Пушинской. Они подвозят свою коллегу домой. Ну, наш коллега, надо подвезти. Какая же это безопасность? Это глупость. Что за безопасного-то? Понимаешь, ты ноги одной домой добираться. Я за безопасность. Я как раз чувствую опасность. Там подвозишь кого-то, непонятно. А если даже подвозишь коллегу, подвони скажи, прости, я подведу свою коллегу. Все. Ты знаешь, что я твой, только твой. Все. Так не пройдет. Как правильно воспитывать девочку, если не мыть ею полы и посуду? И, соответственно, мальчика? Нет, мальчика не будет соответственно. Мальчика совсем по-другому надо воспитывать. Но об этом мы сами завтра поговорим, потому что большая тема и много времени. Хорошо? Если вы заходите. У нас завтра тема, на самом деле, продолжим вот эту тему, как семья преодолевает очень тяжелые этапы в жизни. Да. И чтобы преодолеть тяжелые этапы, это означает, что мужчина что, ошибки делает? Или нет сил у него для вас делать что-то? И он не делает, потому что вы привыкли получать в него. А какой самый лучший способ, для еще миллион сети год? Мальчанцы. Это принимать то, что мужчина делает для нее, и ценить за это его. И прощать за то, что он не делает. И чтобы прощать и ценить, нужны вот эти все вещи. И представляете, может получиться так, что нужно уже прощать и ценить, а вы собой не занимаетесь в это время. И вам нечем прощать и ценить. Вы только умеете бубнить и глушить. Понимаете? Ну, дизмом занимает, да? Ну, дизмом это не голыми ходить, а то есть. Иудить все время. Да. Женщина же похватилась, а у меня нет этого потенциала, чтобы, когда будет плохо, вот быть циркулемой, она не позаботилась о себе. Поэтому завтра мы будем об этом говорить. Но в сессии вопросов я отвечу на это. Вообще-то говоря, как завтрашние цены имеют отношение. Поэтому мы общим завтра с этим вопросом. все-таки хорошо, что мы обнимаем это. Продолжение следует...